Сегодня мы начинаем цикл лекций, он двухдневный, который называется «Магия денег». Сегодня мы получим психические аспекты, я объясню, почему у нас нет денег, завтра продолжим, и завтра я вам дам символы денег, а также специальные техники для денег, а также дзамблы денег, а также я вам дам методы, как увеличить свою память, представляя себе какой-то символ, а также там целую кучу всего, много-много, большие объемы информации. Но прежде всего, чем я это начну, хочу вам сказать, до того момента, пока человек не избавится от внутреннего аспекта неуважения или нелюбви к деньгам, работать при помощи магии с деньгами не имеет никакого смысла. Поэтому, если у вас есть джаба, вы не умеете, вы все время отдаете, а в голове ваший калькулятор, то тогда вы никогда в своей жизни не используете настоящую магию. Ваши зеленые свечи, произнесенные вслух мантры денег, они не только вам не помогут, а также заговоры, ритуалы, заклятия и прочая фигня, они не только не помогут, а наоборот, полностью избавят вас от денег в вашей жизни. Поэтому вы, наверное, уже пробовали запаливать зеленые свечки, делать какие-то горшочки, бросать туда мелочи, чем-то заниматься. Ребята, вам не только не было лучше, а у вас, наоборот, происходила полная потеря финансового бюджета. Почему? Вы просто неумело занимались, работая с энергией. Итак, что же повлияло на то, что у вас появилось вот такое отношение? Первое на это повлияло то, я вам дам сегодня просто 25 или 26 психических аспектов, используя которые, или когда вы их в себя всунете, вы навсегда на всю свою жизнь будете богатыми людьми. Я обещаю, что те люди, которые пройдут сегодня магию денег, до следующего семинара школы Кайлас 2-го, смогут в своей жизни изменить свое материальное благополучие в лучшую сторону. При этом это вообще абсолютно не связано ни с обрядовой магией, ни с какими заговорами, ни с чем. Это полная психология. Измени свое отношение к деньгам, и в твоей жизни все полностью поменяется. Да, вы скажете мне, мы же проходили уже семинары, связанные с деньгами, проходили уже там все, что можно. То, что я дам, это абсолютно другое, это абсолютное чудо. Я в своей жизни столкнулся вот с чем. Работая в госпитале, я уже зарабатывал безумные деньги. Просто деньги, знаете, как врачи. Начальник госпиталя, ему носят все в торбочках там. Вот, я начал зарабатывать просто безумные деньги, но мне их не отдавали. Серьезно. Дошло до того, что рассчитывались водкой, коньяком, вискарем, шоколадками, вагонами там какой-то еды, там чем угодно, но деньги мне не давали. Почему я сегодня объясню. Также я длительное время не мог ничего приобрести достаточно такого, чтобы мне это там могло там содержать или еще что-то. Я не мог сделать сбережений. Плюс у меня в середине было все время калькулятор. Мне девушка нравилась. После этого с этой девушкой не остался. Знаете почему? Идем, я покупаю ей какую-то вещь. После этого веду ее в ресторан. После этого 4 дня думаю, сколько же я денег потратил. Дома лежит вот такая коробка денег, зеленых купюр. При этом я потратил 100 долларов, иду и думаю, 100 долларов туда, 20, туда дорого как-то, 120 долларов. И в голове калькулятор. Но этот калькулятор в голове, калькулятор денег вызывал у меня что? Страдания. Это же вызывало страдания. Ну вот подумайте сами. Энергия божественного плана видит, как мы страдаем. Когда мы начинаем видеть деньги, трогать деньги, считать деньги, задумываться о деньгах. И что делает? Избавляет нас от элемента страданий. То есть что делает? Забирает у нас деньги, чтобы их не было. Почему? У божественной энергии отсутствуют существительные. Помните, я об этом говорил? Там присутствует только энергия в чистом виде. То есть у вас забирает что? Страдания. А страдания это все, что вызывает визуальный образ денег, думание о деньгах. То есть у вас это забирает. Вы страдаете, у вас забирает. Вы говорите, блин, почему у нее есть, почему у меня нету. Все, теперь у тебя вообще не будет. Ты же страдаешь от того, что вообще это в твоей жизни проявляется. Теперь это в твоей жизни не проявляется. То есть если любая энергия денег, думаете вы о деньгах, видите ли вы деньги, задумываетесь ли вы о них, или там собираетесь рассчитаться этими деньгами, вызывает у вас состояние страдания. Ребята, значит вы идете по пути, которая у вас будет безденежья. Сегодня я объясню, почему я считаю энергии денег и энергии духовности одной и той же энергии. Серьезно, сегодня я вам это докажу. Кто считает, что деньги это плохо? Тот, кто считает, что деньги это плохо, ошибается. Бедные и нищие люди, они бедны душой. И только после этого они становятся бедны деньгами. Сегодня я вам это абсолютно и настойчиво докажу. Представляете? Для того, чтобы начать работать с магией денег, мы должны понять, а что же это такое энергия денег? Итак, давайте мы это запишем. Энергия денег это энергия, которая возникает у человека в тот момент, когда человек видит деньги, думает о материальном благополучии, считает деньги, рассчитывается деньгами, видит их в других руках, других людей. Когда энергия денег это энергия, которая возникает у человека в тот момент, когда вы видите эти деньги, думаете о них, то есть в кошельке у вас деньги находятся, да? Вы открыли кошелек, видите деньги, у вас появляется какая-то энергия, правильно? Вы берете деньги, рассчитываетесь, вы выделяете при этом какую-то энергию, правильно? Эта энергия, вот это и есть энергия денег. Вы, получается, выделяя энергию, не от того, что вы трогаете эти деньги и проводите с ними какой-то обряд, а только в тот момент, когда вы выделяете энергию, когда вы видите, задумываетесь об этих деньгах, поняли? Это именно выделение вот этих эмоций, которые выходят из нас в тот момент, когда мы трогаем деньги, думаем о деньгах и так далее. Итак, все-таки, продолжаем. С этим все понятно. Кто нас научил относиться так к деньгам? Расскажу. Моя мама в свое время вела меня за руку, я был очень маленький. Когда она вела меня за руку, она мне говорила, она на поле работала, после этого я шел и все время говорил, мама, хочу кушать, мама, хочу кушать. И она меня в деревенскую столовую завела и в деревенской столовой покормила чем-то. После этого шла минут 20 и говорила, 40 копеек борщ, 40 копеек борщ, 40 копеек борщ, 40 копеек борщ. Твою мать, 40 копеек борщ, 40 копеек борщ, 40 копеек борщ. Я шел, я даже этого не понимал, но она же выделяла энергию по отношению к деньгам. После этого все время, сколько я свою маму помню, она меня вела за руку и делала так. 20 рублей туда, 10 рублей туда, и это заплатить, это надо Алеше, а это надо нашему Вовчику, а это надо дочке, а где же этого нету? И вот все разговоры о деньгах. Я ее понимаю, седьмой ребенок в семье, ей было очень сложно. Тем не менее, она при общении с деньгами испытывала состояние дискомфорта. Могли ли быть в моей семье деньги? Конечно же нет. В моей жизни эти деньги тоже бы никогда не появились. Потому что, когда человек включал в себе калькулятор, этих денег не было бы никогда. Это же все вызывало у нее состояние внутренней тревоги, правильно? Дальше. Вы часто боитесь брать деньги, ребята. А вы знаете это, да? А это все вас научили тоже ваши родители. Что брать деньги это плохо, нужно быть честным. Самое главное это отношения. Только в нашей стране, когда берут человека на работу, не смотрят на его специальные факторы, которые могут быть лучшие специалисты в своей области. То есть ко мне пришли устраиваться на работу и говорят, почему ты не взял этого человека на работу? Он же человек хороший. А я не беру человека по принципу человек хороший. Я беру человека по принципу, насколько он является специалистом в своей области. Понимаете? А это две разных вещи. Быть специалистом в своей области или быть просто хорошим человеком. А вы умудряетесь, ну как тебе? Да, офигенный чувак. При чем тут офигенный чувак? Он должен быть специалистом в своей области, а не офигенным чуваком. Офигенный чувак это не специальность и не должность. А деньги зарабатывают плохие люди или хорошие, не имеет значения. Их зарабатывают люди, которые являются специалистами. Поняли? А вы набираете штат сотрудников хороших людей. Думаем, куда нужно потратить, это вызывает страдания. Боимся тратить, боимся нищеты, боимся, что их не станет, не доверяем. Итак, как же начать вообще это делать? А вы знаете, что это все всегда вызывает у нас. Итак, давайте запишем. Первая практика. Просто с нее нужно начать. Нужно вспомнить, когда ваши родители проявляли негативное отношение к деньгам. То есть, когда мама вздыхала, когда мама вас вела там куда-то, когда говорила, нечем заплатить за квартиру. Помните эти моменты? Возможно, кто-то может вспомнить такой момент, возможно, он в вашей жизни был. А кто-то и не помнит, знаете, значит и не было. Но тем не менее, если у кого-то есть, это может блокировать энергию. Для того, чтобы ее разблокировать, нужно изменить свои воспоминания. Делается это легко. Я себе придумал картинку, что моя мама вела меня за ручку. Зашла, потратила деньги, купила там какую-то еду и после этого сказала, еще рубль сверху дала, хай подавится. Понятно? То есть, я для себя внушил, что вот такая была ситуация. Не такая, какая она была на самом деле, а такая, которую я ее создал. Поняли? Вот так блок этот убирается. Давайте писать. Где в нашем теле черви? Находим вот это судистое отражение или эхо и не разбираясь в нем, начинаем его убирать. Следующим образом. Смотрите. Вы начали только задумываться о деньгах или там начали прикасаться, или чувствуете какую-то тревожность, которая связана с тем, что есть деньги, нет денег. Найдите место, которое находится в вашем теле, которое вызывает эту тревогу и похлопайте на вдохе в это место. Сделайте так. После этого выпущите живот, если это здесь, и похлопайте по этому месту и помассажируйте против часовой стрелки. Если это место два, похлопайте в два места и помассажируйте куда угодно. Если их много, то есть вот так вот это и делайте. Данные системы, это вот системы убирания как раз кармических преград или кармических иллюдий или кармических отношений ваших родителей на вас. Это то, что передали ваши родители с кровью вам в виде вот этих вегетососудистых сжатий, которые находятся. Если вы умудритесь это поубивать, это мгновенно открывает поток денег в вашу жизнь. Не закрывай, Андрей, не закрывай. На вдохе вдохните в то место, которое вызывает у вас тревогу и похлопайте мягко по этому месту своей ручкой. После этого помассажируйте против часовой стрелочки. Итак, первое самое главное или не самое главное. Итак, первое, найдите то эхо, которое находится в вас и уберите это эхо у себя, вдохнув и постучав по этому месту. Второе, вспомните, как родители вас воспитывали и уберите это. Сколько это надо раз делать? Да два-три раза и на всю жизнь отпустит. Да два-три раза и вас вообще отпустит конкретно. Самое интересное впереди, сейчас еще неинтересно. Дальше, тайна номер один. Тен-один. Если мы, думая о чем-то, или прикасаясь к чему-то, страдаем, то сами же и блокируем поступление этого в нашу жизнь. И как же это убрать, ребята? Это убирается обыкновенными словами. Вот смотрите, вы проснулись и у вас начинается выделение негативной энергии. Я не могу заплатить за кредит. Чем же мне заплатить за кредит? Как же мне отдать кредит? Вы этим самым позволяете себе сказать, я не верю в божественную энергию. Я не верю в Бога, я не верю в Него, вот абсолютно. Правильно? Почему объясню? Вы должны утром проснуться и в тот момент, когда у вас появляется, я не могу заплатить за квартиру, в этот момент остановиться и сказать себе, скоро у меня будут деньги, я заплачу за квартиру. Вопрос как? Не имеет значения. Понятно, да? Научитесь вот таким образом получать удовольствие. Блин, почему же у меня нет хорошего мужчины рядом? В этот момент нужно сказать, ну ничего, скоро будет. А как? Не имеет значения. Если вы сказали, как это плохо. Вот будет и все, как не имеет значения. Следующая тайна. Все деньги имеют свое направление. После этого рекомендация моя. Замени слово тратить на слово покупать. Я говорю себе, я покупаю свое материальное благополучие. Отдавая долг, я говорю, я покупаю свое материальное благополучие. Отдавая или рассчитываясь где-то за что-то, я говорю, покупай свое материальное благополучие. У вас уже нет элемента, который называется, что-либо отдавать. Вы только привлекаете. Представляете? А вы знаете, что именно с этого и начинается привлечение в жизнь денег. У меня была такая ситуация. Я приехал в город Львов и на двух двухсотгривневых купюрах, а не брал с собой одежду. Приехал во Львов утром, зашел в магазин и купил там в виде вани за 400 гривен рубашку розовую. Понравилось очень. И старую рубашку выкинул, таскать с собой было лень. А новую одел, чистая, накрахмаленная. Пошел и отчитал свой семинар. Когда я покупал в виде вани за себе рубашку, это было 7 или 8 часов, 10 часов утра, потому что открылся магазин в 10 утра. Это прямо возле вокзала там находится у них торговый центр. Купил я это все на втором этаже в виде вани, еще с девочкой там полтора часа разговаривал. Она мне помогала мерить, а я все равно знал, что куплю розовую, но было приятно. После этого взял ее номер телефона и поехал проводить семинар. Потом в 4 часа я там гулял-гулял, позвонил девочке, приехала, мы поели и пошли на семинар. После этого в 7 часов я этот семинар проводил и после того, когда я его провел, взял эту пачку денег, залез в вагон в 10 часов вечера и достал деньги, чтобы посчитать. После этого, когда я покупал рубашку утром, я рассчитывался с этой девочкой, на одной из купер, 200 гривневых, на одной и другой, я поставил зеленым фломастером треугольник. Просто так, чтобы проверить, имеют ли деньги направление или нет. Когда я отдавал эти деньги, две 200 гривневые купюры, я сказал, я покупаю свое материальное благополучие. После этого, когда я этот семинар вечером провел и ехал в поезде, я даже не мог поверить, что я это увижу. Я достал деньги и после этого было очень много купюр разных, но 200 гривневых было две. Одна из них была помечена моим зеленым фломастером. Как это так могло произойти, что утром в 10 часов я сделал и до 7 она меня нашла, но она за ручку привела всех остальных. Понятно? Почему? Потому что я дал деньгам направление. Жестяк оказывается. А вы знаете, что вы при помощи энергии и денег можете купить себе любимого мужчину. Каждый раз, рассчитываясь где-то в такси, говорите, я покупаю себе любимого мужчину. А я вам серьезно говорю, сделайте так. А также рассчитываясь за что-то, говорите, я покупаю себе свой собственный дом. А также рассчитываясь за что-то, вы можете, как ни странно, купить себе здоровье. А я утверждаю, что при помощи рассчитывания деньгами за что-то, вы можете говорить, я покупаю себе свое здоровое здоровье и можете таким образом оздоровиться, потому что это одни и те же энергии, энергия денег, энергия здоровья, энергия любви. Продать кого? Нет, продать любимого мужчину нельзя, можно его спалить на свече и вместе с мостами избавиться от этого ужаса жизни. Мы об этом потом будем говорить. Но здесь самая интересная вещь в том, что называется, не занимай никогда деньги у человека, у которого они лежат на что-то. Объясню вам почему. Вот смотрите, у меня есть туфли, а у меня есть деньги, там 100 рублей, 1000 рублей, да. Я хочу себе купить туфли, я хочу себе купить туфли, которые стоят 1000 рублей. Я нахожу посредника, Егорку, и я говорю, Егорка, послушай, ты бы мог взять мои 1000 рублей и купить мне вот эти туфли, потому что мне некогда. После этого говорю, отдай мне их в среду, а сегодня понедельник. Егорка взял деньги, после этого говорит, быстренько этими деньгами перекручусь, потрачу эти деньги на что-нибудь. После этого вы забываете, принцип жизни звучит так, каждые деньги имеют свое направление. Если у меня эти деньги имеют направление купить туфли, то если Егорка возьмет эти деньги у меня, то куда бы он эти деньги не вложил, они все равно придут ко мне, я все равно на них туфли куплю, а вот Егорка попадет. Ребята, не посредник, не тупите, я вас прошу. Это называется, каждые деньги имеют свое направление. У меня лежат деньги, у меня лежат, вот недавно была ситуация, лежит там какое-то количество денег, они у меня есть, они у меня не рабочие, свободные. Приходит человек и говорит, я знаю, что у тебя деньги есть, дай мне эти деньги, я их быстро перекручу и тебе отдам. Я говорю, я их тебе не займу, почему? Потому что эти деньги лежат на машину, их просто выбрать пока машину не могу, на которой я хочу ездить. При этом я смотрю, год у меня получается, некогда съездить в салоны, посмотреть новые машины, и вот целый год эти деньги лежат. При этом я смотрю, он ко мне пришел и говорит, займи, я же знаю, у тебя эти деньги есть, они у меня есть, я бы тебе занял, но если я их тебе займу, я сделаю тебе плохую услугу, потому что куда бы ты эти деньги не потратил, эти деньги вернутся ко мне, и я все равно эту машину куплю, а вот ты попадешь. Поэтому занимать деньги настолько же глупо, насколько и брать у обыкновенного человека такие деньги, потому что каждые деньги имеют одно свое какое-то конкретное направление. Также принцип жизни, если деньги имеют направление, и тебе дали это направление, не тратить эти деньги в другом направлении никогда, потому что эти деньги в любом другом направлении тебе прибыли не принесут. Понятно, да? А теперь скажите, много становится на свои места, оказывается, да? Потому что взяли, решили как-то перекрутить, и что сделали? В 100% попали. Почему? Деньги имеют направление. Вы говорите, я возьму на это, проиграли в игровых автоматах, потому что каждые деньги имеют свое направление. Почему нельзя занимать деньги участников? Потому что у участников деньги лежат для чего-то. И здесь две тайны. Первое, деньги имеют направление, с этим все понятно, надеюсь вам, да? Не совершайте таких ошибок. Вы, получается, приходите к кому-то, берете у этого человека какие-то деньги, а эти деньги у этого человека имеют направление. А вы ему не дадите деньги и не можете заработать. Ребята, вот я в свое время занимался тем, что давал деньги под проценты, да. Деньги под проценты. Вы знаете, реально посидел на этом. Потому что это, ну вот, самый неблагодарный труд, который когда-либо на земле существовал. Вот хуже, чем это, просто не существует. Потому что, во-первых, ты частник. Во-вторых, у тебя рисков больше. В-третьих, ты все равно находишься под тем, что тебя легко обмануть, надуть, оскорбить. При этом люди приходят, они не понимают, что они делают, а я разделяю с ними риски. Понимаете? После этого я сам себе сказал, пусть они лучше лежат и будут в сохранности. Под 4% банки, знаете, чем они будут вот так вот отдаваться кому-то, приносить прибыли. Знаете, у меня было так в жизни. Сам себе сказал, никому больше деньги никогда не займу. После этого произошло так. Проводил семинар «Магию денег». Вышел мужик и говорит, Андрюша, я занимаюсь благотворительным фондом, называется там благотворительный фонд, такой-такой-то, мы там занимаемся благотворительностью. Я говорю, я денег не дам, потому что я не лох. Вот после этого он говорит, ну займи, мне просто, мне надо там на что-то их потратить. Я говорю, послушай, я просто так не занимаю. Я говорю, хочешь, возьми у меня под деньги. Он говорит, а сколько? Я говорю, давай так, когда ты хочешь мне их отдать? Завтра. Давай договоримся так, если ты мне их завтра будешь отдавать, то будешь отдавать уже не 2000 гривен, а 2200 гривен. Я знал сразу, что он их мне не отдаст. Я знал сразу, ребята. Но я его хотел научить. Чем научить? Я ему хотел преподнести урок жизни. Мне, для меня это было игрой, я просто протащился от этого. То есть я этому человеку говорю, завтра ты мне будешь должен 200 гривен. Ты согласен на эти условия? В тот момент, когда он сказал, да, я понял, что он лох. Вот, но я решил его научить. После этого я сказал ему, хорошо, давай договоримся так, если ты, ну ты завтра точно, да, давай договоримся сразу. Если ты мне их не отдаешь завтра, 2200, то послезавтра будешь должен 2400. Ты согласен? Он говорит, да. Я говорю, давай договоримся так, если дальше, то плюс 200 тоже. И сам стою и еле сдерживаю улыбку, потому что это конкретно бандитизм уже, понимаете, что я с ним начал делать. Я говорю, ты же сказал, завтра отдашь? Он говорит, да, я завтра отдам. Так а что тебе? Ты же завтра отдашь. Ну хорошо, вижу, голову опустил. В этот момент я уже понял, что он эти деньги мне отдавать не собирается. После этого я сказал, послушай, давай так и дальше. То есть мы будем считать с тобой, что каждый день у нас идет 10% от этой суммы. При этом давай так, за месяц не удаешь, за месяц мне не отдаешь. Берем всю сумму, умножаем и снова 10% каждый день. А после этого сажу его, говорю, напиши расписку. Серьезно. И он садится передо мной, пишет расписку. Пишет, я Александр такой-то, паспортные данные такие-то. Обязуюсь погасить до завтрашнего дня, отдать 2200 гривен. Никто там мной не занимается, никто насилие не производит. Рядом моя жена, которая ставит под этим всем подпись. Обязуюсь каждый день на протяжении добровольного времени каждый день отдавать по 10% от той суммы, которая дана. В конце этого месяца умножить эту сумму и каждый день отдавать 10% в случае, если эта сумма не будет погашена. И это он вот сидит передо мной и пишет. После этого я говорю, давай, давай, мой друг, давай, завтра ты потеряешь все. Реально я ему это говорил? А? Да. И после этого он уходил, а я эту расписку порвал и выкинул в ведро. Вот так. Понимаете? Почему? Я не бандит. Но я хотел дать этому человеку возможность ощутить, какой он придурок. Понимаете? Вот. После этого на следующий день я звоню ему, он говорит, Андрей, понимаешь? Я говорю, я знаю, ты мне их не отдаешь. Но ты же помнишь о нашем условии? Помните, как в этом мультике вылазило, вернее в этом фильме, вылазило из тарелки палец и говорил, Должок. Я ему не писал ничего, я ему не звонил, я ему писал каждый день в 10 часов вечера, сегодня ваш долг составляет. Он после этого позвонил и говорит, надо встретиться. Если не встречаюсь, он меня начинает грузить, а я делаю вот так. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, деньги есть, нет? Собираюсь, ухожу. После этого говорю, он звонит мне, надо встретиться Я говорю, ты мне хочешь деньги отдать с процентами? Я хочу поговорить, нет Отдай мне деньги с процентами После этого он сам находит меня А я ему написал, Саша, сегодняшнего дня твой кредитный долг будет передаваться Алексею Он является бандитом в городе Виннице И теперь ты со мной вопросы не решаешь В этот момент он нашел меня уже сам, я его уже не искал Он нашел меня сам с дрожащими руками, хотя в нем 2 метра роста Он сказал, можем ли мы что-то сделать для того, чтобы дальше никак это все дело не делать В этот момент я ему сказал, ты знаешь, Саша, ты забыл одну вещь, вы же благотворительная контора Я тебе хотел дать сразу деньги на благотворительность и дать тебе урок жизни Для того, чтобы ты понял, какой ты лошара Теперь ты понял, что ты лошара Понял? Давай говори мне, я лошара После этого он встал и говорит, я лошара А теперь положи руку на сердце и скажи, никогда, ни у кого денег занимать не буду Потому что я их не умею отдавать После этого он встал и говорит, я никогда деньги не буду занимать, потому что я их не умею отдавать Я говорю, все, хорошо, теперь мы остаемся друзьями, на этом наши совместные бизнес-отношения закончены, а где расписки? Я эту расписку порвал в тот момент, когда ты вышел из моего кабинета, в этот момент эта расписка была уничтожена, понял ты, блин, придурок. Почему я это сделал? Потому что я таким образом хотел сразу же дать на благотворительность и сразу же обучить человека, насколько он много может сделать в жизни неправильных поступков. А ведь у него двое взрослых детей и больной ребенок, и жена, понимаете? И что ж ты за человек такой, что ты не умеешь думать своей башней-то? Ребята, помните, всегда нужно рассчитывать только на собственные силы, это жизненный опыт. Всегда рассчитывай на собственные силы. Вы хотите открыть ресторан, у вас денег нет? Копите деньги, чтобы открыть ресторан. Вы говорите, я займу и открою, все, вы попали. Я хочу занять деньги, открыть магазин. Ребята, все, вы можете его открывать, вы попали. Я хочу положить что-то под залог, чтобы эти деньги привлечь и там что-то сделать. Все, вы попали, расслабьтесь. Я вам это просто утверждаю. Почему? Если у вас нет ресторана, значит вы не умеете заниматься ресторанным бизнесом. Вы не являетесь специалистом в ресторанном бизнесе. Объясню, почему. Каждый бизнес начинается с того, насколько человек рассчитывает на свои собственные силы. Знания дают возможности. Возможности дают желания. Желания дают большие прибыли. Вложения за счет собственных возможностей. Если вы думаете, что вы такой умный, что можете взять что-то и вложить, то запомните. Вы не являетесь специалистами в области вложений. Вы не являетесь специалистами так вообще, если вы не смогли заработать много и хотите вложить много, то вы не являетесь специалистами в области вложения много. Я это утверждаю, это знаю как никто, серьезно. Мне говорят часто люди, вот сейчас, Юра, вот он сейчас сюда придет, мне несколько дней назад сказал, возьми мои 40 тысяч уе и вложи их во что-нибудь. Я ему сказал, нет, мне это неинтересно. Объяснить почему? Я рассчитываю только на свои собственные силы. Мне деньги не нужны ничьи. Я живу за счет себя и все деньги, которые поступают в мою жизнь, вложенные мной же, имеют мое же собственное направление. А все остальные деньги не имеют моего направления, никогда ни у кого не беру, потому что рассчитываю только на вот эти ручки, этот горбик и эту башню. Конец. Представляете? Все, что делается не так, это все ошибочное мнение. Вы думаете, что вы можете что-то, вы ошибаетесь. Я вам это говорю, ребята, и запомните это. Теперь скажите мне, почему у вас не получилось? Ответы на эти вопросы есть теперь? Почему вы в долгах, как в шелках? Ответы есть у вас теперь на вопросы? Ну, конечно. А что же не будет у вас долгов, как в шелков, если вы вдруг подумали, что вы можете так перекрутиться? Да блин. Так перекрутиться, это значит не уважать энергию и денег. Все. Вот это пропесочил. Следующее. Как избавиться от жабы? А жаба блокирует достижения. Вы уже знаете, как избавиться от жабы. Пришли домой, ну как тебе моя квартира? А что ты осипла? А вы про себя. Вот скотина. Это ж надо. В парикмахерской работает квартиру свою где-то там. Что же она там делала на нее, чтобы им поиметь? А после этого муж выходит и говорит, ты что? Ой, Ира. И вы. Ох, ни хрена себе. Такая уродливая. А такого мужа еще хорошего имеет? А потом выходят дети и послушные, не такие дауны, как у вас. И вы говорите, надо же, Ира. Какая ты молодец. А что ты охрипла? Жаба давит меня. Пересохла все. Жаба меня задавила. И что же нужно делать, чтобы жаба вас не мучила? А жаба блокирует поступление денег в жизнь. Нужно сказать, боже, какая красивая квартира. Скоро у меня такая будет. Какой хороший мужик. И у меня такой будет тоже. Идете по улице и восхищаетесь. Говорите, боже, какой красивый мужчина. Скоро у меня такой будет. Какая красивая машина. Скоро у меня такая будет. Ребята, богатые люди всегда восхищаются окружающими людьми. Я в свое время работал с очень большими людьми. Так в свое время. Это и в это время, в котором я нахожусь сейчас. То есть те люди, которые были мои знакомые. Они встречались и делали так. Раз там часы. И он говорит, офигенный Леха часы купил. Я говорю, что офигенный Леха часы купил. Наверное, дорогие. Вот молодец. Пацан. Потом вот у нас там есть несколько друзей. Мы встречаемся в сауне. Мы едем один раз. Обычно это зимой. Очень сильно долго купаемся в сауне. После этого там в этой сауне очень нанимаем парника. Он двумя вениками нас там избивает. После этого я выскакиваю на улицу и в прорубь там окунаюсь. Несколько ребят не окунаются. Но зачем мы встречаемся? Чтобы друг другом восхититься. Дальше. Радуйся деньгам онлайн. Сейчас, в данный момент. Тот момент, который называется привлечение в жизнь денег. Вы сколько бы не получили, радуйтесь. Даже рублю он рассчитался, вместо одного миллиона долларов отдал сто долларов. А вы захлопали в ладоши, поцеловали, сказали, ну и отлично. Значит, ему эти деньги нужны больше, чем мне. Я отпускаю. Понимаете? Но умудряйтесь радоваться. Потому что если вы порадовались, он найдет возможности с вами рассчитаться. А если вы не порадовались, у него найдутся возможности с вами не рассчитаться. Почему? Если вам надо на что-то деньги и вы переживаете, то вы здесь создаете вибрацию, которая не даст этому человеку возможности накопить и рассчитаться с вами. Теперь скажите, вам могут отдать ваши долги? Вопрос, как? Вам очень они нужны, забудьте о них. Потому что чем сильнее они вам нужны, тем меньше вариантов, что они к вашу жизнь вам попадут. Представляете, да? Вы открываете кошелек, там деньги, а там у вас фотографии ваших любимых деток. Зачем вы это делали? Ну вот если там фотография вашего мурла, с которым вы поссорились, то тогда прямо противоположный эффект. Открыли и после этого деньги у вас исчезнут. А в случае, если вы открыли и у вас там мотиватор какой-то, то есть ваша лялечка маленькая, тогда это будет привлекать вашу жизнь. Если у вас любовь и там ваша жена и ваш ребеночек, тогда это будет привлекать денег. А если вы утром поругались и открываете кошелек, то деньги исчезнут. Вы представляете? А что у вас там находится? Открывая кошелек, у вас там чеки о потраченных деньгах, квитанции об оплате, а также там какие-то квитанции о том, что нужно оплатить. Что вы делаете? Вы выделяете при виде денег большое количество негативной энергии. Потом говорите, почему же у меня нет денег? Почему же они у вас до сих пор есть? Вопрос нужно задавать. Как они у вас еще сохранились? Непонятно. С этим понятно, да? Так что берем все, что есть в вашем кошельке и выкидываем его, не кошелек, а то, что там находится. Конечно, кроме тех, вернее убираем морду лица вашего любимого, как вы себе придумали, человека. Потому что морда лица любимого человека в случае ругается, в случае, если вы поругались, будет вас раздражать. В случае, если он вас оскорбил, это будет приводить к тому, что будет выделяться энергия, которая будет убирать из вашей жизни деньги, а наоборот не привлекать. Понятно с этим, да? А если вы не удовлетворены собой, вы открываете лицо, и у вас, глядя на вас, вы стареете, вы стали взрослые, видите свое. И каждый раз, ах, 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 и там два фингал. Конечно, надо ложить свою фотографию, где вы с большой сигаретой, а вас обнимает большой накачанный негр, пуэрториканец, да? И вы такая вся восхищенная, после этого такое будет мотивировать, правильно? А так, открыли, и там ваш любимый мужчина. И вы так щелк, и после этого открываете, о, 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 боже мой. А если он там молодой, еще худой, красивый, как вам нравилось, и вы, было я когда-то юной, 300 лет тому назад, и он такой красивый, весь еще пузико нет. Ну да, сейчас он батут, но был же он когда-то красивый. А вот монет не продают китайские кошельки, стоит ли? Не стоит ложить. Они приносят вам состояние удовольствия. Дальше, скажите мне, почему в вашем магазине, который называется Мандарин Плаза, есть же такой, да? В нашем магазине Мандарин Плаза, есть такой магазин, который называется Баркер. И в этом магазине Баркер на первом этаже находятся одинаковые коробочки. Они выглядят так. Паркер за 3000 баксов, деревянный, и рядом с ним лежит такой же Баркер, который стоит 200 долларов. И они между собой отличаются только одной буквой и улыбкой на лице продавца. Почему Баркер и Паркер стоят ровно в 10 раз дешевле? И они не отличаются ничем, ни деревяшечкой, ни лейбочкой, только одной буквой, ни цветом золота, ни стоимостью этого золота, ничем не отличаются. Но Баркер стоит 200 долларов, а Паркер стоит 3000 баксов. Почему они отличаются между собой? Вопрос. Нет. Зачем бренд покупать, скажите? Зачем? Ты же его потом не продашь. А вы знаете, что богатые люди знают это? И в чем же фикус? Кто знает? Потому что дороже стоит. Потому что дороже стоит, зато покупать. А вы знаете, почему вы не скажете? Потому что вы этого не знаете. Потому что вы не очень богатые люди. А теперь скажите, зачем человеку, у которого есть уже Мерседес за 100 тысяч, покупать еще Бентли стоимостью там 800 тысяч долларов? Вопрос. Зачем? Не статус. Нет. Нет. Я сейчас это нарисую. Ребята, я сейчас... А при чем тут машина? Вы просто не понимаете и не поймете, потому что вам надо это рассказать. Расскажу вам. Допустим, мой бизнес состоит из того, что я юрист или адвокат. Но каждый месяц я не могу заработать больше трех тысяч долларов. Боже, как много, да? Больше трехсот долларов, да? Я не могу заработать больше трехсот долларов. И после этого вдруг как-то так произошло, что кто-то поверил в меня. И вдруг нечаянно, какими-то боками, правдами и неправдами, мне получилось заработать не 300 долларов, а 3333 доллара. И мне дали эти деньги, они у меня лежат. И у меня здесь получается 3033 доллара внезапного дохода. Что я должен сделать? Я должен себе купить на вот эту сумму какую-то дорогую безделушку. И эта дорогая безделушка приведет меня к тому, что в моей жизни все выйдет на режим трех тысяч триста тридцати трех долларов каждый месяц. Это произойдет на протяжении одного, двух или трех месяцев. Естественно, когда вы заработали нечаянно какие-то деньги, их нужно заякорить. Вот это и называется, якорить свои успехи. Я расскажу, как это было у меня. В свое время, будучи во Франции, я купил часы. Эти часы купил за 10 тысяч долларов. А? Дождь будет сейчас. Я эти часы купил за 10 тысяч долларов. Часы красивые, настоящие. Вот, какие-то там золотые, очень красивые часы. После этого, когда разбился на машине, поднимался на девятый этаж с поломанной спиной, шел и думал, боже мой, а ведь мне ничего ни хрена не светит. Квартира опечатана, перед турками долг 500 тысяч долларов. Уголовное дело сейчас открылось какое-то. Друзья мои там такого наделали, жена от меня ушла. Поднимаюсь и думаю, нифига себе. Потом спускаюсь, сажусь, я тогда на битом Митсубиси ездил. Сажусь я в этот битую Митсубиси от Ландерна, который я разбился. У которой часть туловища не было просто. И правой стороны вот это колесо боком просто стояло. И не было денег даже его отремонтировать. Сажусь в эту машину, сижу и думаю, блин, как я упал. И думаю, ведь у меня нечем даже сейчас поесть. У меня был выбор 200 гривен потратить на еду или 200 гривен на бензин. Но я понимал, что мне нужен бензин, потому что пешком я много не нахожу. После этого я купил 200 гривен бензин и решил не подниматься на седьмой этаж, на девятый, даже не помню, на каком жил. А решил все-таки переночевать в этой машине. Лежу я в этой машине, уперся и лежу на этом руле, сплю. После этого открываю глаза и мои глаза смотрят на мои часы. А я о них забыл. Смотрю на эти часы и в моей голове происходит буквально вот что. Но ты же уже один раз умудрился купить такие часы. Умудрился? Так, а что с тобой, пацан? Давай умудрись еще раз заработать такие часы. Ведь ты же смог это сделать. И после этого я умудрился сделать так. Я пошел эти часы и продал. Представляете? Вот, а до этого я просто забыл. Причем за сколько их продал? Я решил для себя так. За сколько купят, за столько продам. Вот если бы я просил 10 тысяч долларов за эти часы, то у меня бы их не купили даже за 2 тысячи долларов. Я их принес, человеку понравились, который стоял. И он говорит, его Костя зовут, один из моих друзей. Он говорит, блин, я знаю эти часы, сколько стоят. И деньги у меня есть. Давай их у тебя куплю. А сколько они вообще стоят? Я говорю, слушай, Костя, дай сколько не жалко. Он мне сказал, я могу за них заплатить 8 тысяч. После этого он у меня за 8 тысяч купил. Если бы я хотел их продать за 10, мне бы дали 2. Мне было все равно, он заплатил 8. Услышьте, это важный аспект жизни. Понимаете? После этого он дал мне эти деньги. И эти деньги были ключевым моментом. Потому что после этого начался мой рост. Понимаете? Я начал заниматься собой. Начал посылать людей, которые мне там донимали. А также заниматься тем, что называется строительство новой жизни. Понимаете? Я утверждаю, что именно с этого и началось. Почему? Потому что они заякорили мои успехи раньше. И эти часы были стартом для того, чтобы в моей жизни что-то изменилось. Представляете, да? Вот вам и якори успехи. Заработали на 300 долларов больше? Порадуйте себя. Вложите себе в сережки. Или вложите себе в какую-то безделушку. Вот такие ручки-паркеры. И покупаются не за 300 или 200 долларов. Они покупаются за 3000 долларов. Для себя же, для того, чтобы твои успехи заякорить. Положи их в стол и никогда на эту ручку не смотри. Она будет якорем твоего успеха. Каждый раз, доставая такую ручку, подсознание у тебя будет включать, что ты мог это сделать и сможешь это сделать вновь и вновь. Это магнит. Вы включили в свои жизни. Магнит вашего успеха. Дальше. Теперь представьте такую ситуацию. Вы лежите дома. Кто больше всего связан с вас кровью? Мама ваша. Правильно? Она же на энергетическом плане больше всего связана. Лежит ваша мама дома. Поела она на ночь сало. При этом она съела еще чего-то. Чего ей есть вообще нельзя. На улице капает дождь, а у нее давление. Ваша мама умеет о себе думать? Нет. Ваша мама никогда не думала и думать о себе никогда не будет. Она может думать только о вас. Но у нее в попе геморрой, а также в горле засада, а также ее тошнит. Но она даже не проводит аналогию, что это с ней происходит. Потому что она в этот момент вдруг начинает думать. Ей плохо. Она думает, как же там моя Иришка живет с этим придурком. Он, наверное, ее обижает. Точно. Последний раз приехала такая вся худая. И это худоба у нее, потому что у нее 100% нет денег. Видимо, ее выгнали с работы. А также ее маленький этот ребенок. Это значит муж ее бухает. Это значит муж ее бухает и издевается над ее сыном. Это 100% у них нету на школу денег. Что она делает? Она делает программы, ребята. И она кровью влияет больше всех на вас же. Почему? Ваши родители гневные божества вашей жизни. Что нужно делать для гневных божеств? Делать им преподношение. Каким образом делать преподношение? В виде денег. Я сделал своей маме так. Я завел ей карточку приватбанка. Отдал ей. Говорю, мама, снимается цеось так. Усовываешь вот сюда. Нажимаешь 4, 8, 5, 6. Запомни, мама. После этого ты можешь там снять все деньги, которые лежат на этой карточке. Нажав одну кнопку. А если ты не можешь. А также я настроил на ее телефоне, что приходит смс сообщение. Она открывает и читает, сколько денег пришло. После этого я ей отправляю каждое четвертое число определенную сумму денег на карточку. Каждый раз, если я вдруг забыл, что четвертое число, она мне звонит и говорит, Андрюша, як дела? Я ей говорю, мама, скоро деньги будут. Та нет, це я так просто позвоню. Ну да, конечно. Мам, ну я понимаю, что ты просто так позвонил. Нет, думаю, шо це в тебе може поганый шось. Когда я уехал за границу и приехал, у нее мандраж был. Мой брат говорит, как четвертое число начинается? Мама не может найти себе место. Потому что она знает, что четвертого числа приходят денежки какие-то. Понимаете? Они ей не нужны. Но она знает, что если деньги пришли, значит у меня, у сына все хорошо. Я из ее вечерних переживаний вычеркнут. Почему? Так у меня все хорошо. Если я умудряюсь помогать даже своей маме, значит в жизни моей все хорошо. А вот если бы я ей рассказывал, мама, у меня все хорошо, нифига, не верю. Не верю. Не верит мама. Не верит. Давайте денег. Ни еда, ни хорошее отношение, ни хорошие рассказы не помогут маме во время поднятия ее гипертонического давления не подумать о вас. И она будет лежать и после программы ситуации с геморроем в попе будет думать только о вас, что непременно вас должен раздавить каток в городе Ялте, где вы проживаете. Понимаете? И это в вашу жизнь приводит большое количество совпадений, помогающих вам жизнь свою провести ярко, красочно и с удовольствием. Итак, помогая родителям деньгами, это тайная практика. Они являются гневными божествами в вашей жизни. Делайте это, мои хорошие. Иначе, если вы этого не будете делать, вы можете очень сильно разрушить. У меня была ситуация, пришла парень и девушка. У меня грубо бизнес. Бизнес приносит там в месяц, ну я условно говорю, бизнес приносит в месяц 30 тысяч гривен, допустим. И я вот так пожалел их и думаю, помогу им деньгами. Взял им, подарил 200 долларов. Просто положил конверт, говорю, ребята, это искренне от меня, от чистого сердца, надьте вам 200 долларов. После этого ребята взяли 200 долларов и уже в этот день, когда мне вечером отчет сдавали, девочки, я увидел, что магазины все, которые наторговывали там 10 тысяч гривен в день, принесли мне не 10 тысяч гривен, а 30 тысяч гривен. Почему? Я помог людям и это ко мне вернулось. Но это происходит только в том случае, если человек искренне благодарен тому человеку, которому он помог. А вот была такая ситуация, я помог еще кому-то и после этого вместо 10 тысяч гривен, тысяча гривен появилось. Почему? Если ты помогаешь, то если человек тебя поймел, ты от этого теряешь. А если ты нашел человека, которому эта помощь нужна, ты от этого приобрел. Понимаете? Поэтому не знаете, как отнесется к этому человеку, лучше не помогайте. Понятно? Помогать небезопасно. Конечно же, если бы вы... Я помогаю только Гайсинскому интернату детей-инвалидов. В Гайсине находится всеукраинский отстойник больных детей. В курсе, да? У которых психические отклонения, отклонения психики. Что нет? Я вам говорю. Там находится всеукраинский отстойник, куда привозят детей, у которых одновременно паралич, одновременно парэс, а также у них атовизмы, то есть одни инвалиды, кретины, а также у них психические заболевания. Там их привязывают веревочками к кровати, также государство не выделяет на это деньги. Люди, которые за ними ухаживают, получают от 800 гривен до 1600. Также те люди, и они там реально как в отстойнике доживают. При этом это самые настоящие дети. Я видел войну в своей жизни не по сказкам. Я видел взрывы, разрывающиеся тела, а также видел людей, у которых там испытывают страдания и боль. Более испытывать страдания и боль, чем испытывают эти дети, я не видел этого даже на войне. Прикиньте, да? Вот это жестяк. Я туда приезжать не могу, хотя я видал виды разные. Я просто знаю, что мне нужно каждый месяц перечислить определенное количество денег. Я делаю это не безвозмездно. Почему? В середине любого альтруизма находится глубокая жажда наживы. Я делаю деньги или отдаю деньги тем людям, которые в них по-настоящему нуждаются. А этим детям теперь стирают порошком, который не дешевый токсичный порошок, а дорогой. Им купили сейчас малинку, клубничку, черешню. А вот я вам сейчас расскажу, как это произошло. Рассказать вам. Вчера им купили целый мешок огурцов. На протяжении вчерашнего дня мне принесли здесь 5 килограммов огурцов. А сегодня им давали, сегодня целое утро покупали черешни, а также им купили картошки, а также им купили много салатов. Сегодня звонили, отчитывались на эти деньги. Итог какой? Да сегодня практически все что-то принесли. Малину, значит, купили. Видите, мне люди принесли малину. Потому что у меня деньги уже не вставляют. Но вот когда мне приносят малину, мне вставляют. Я знаю, что это произошло. И у вас мысль появилась в тот момент, когда моим детям там купили малинку. И лежит этот ребенок, который никогда в жизни малины не ел. Да он. Который парализован. И единственная молитва в его жизни. Когда же я уже наконец-то сдохну? И я ее ем и говорю, да, дитя мое, пусть у тебя в твоей жизни все будет хорошо. Это отклик с эзотерики самый мощный. Он мгновенный, понимаете? Если человек искренне желает тебе счастья, то ты обречен быть счастливым. Но для того, чтобы этот человек искренне желал тебе счастья, этот человек должен быть очень плохим. И ты должен это делать безвозмездно. Но безвозмездно тоже не безвозмездно. Потому что за все платится. Понимаете? И вот так делается. Потом говорят, что это у Дуйко так получается бизнес-кризис. Дукашка, какашка помогают деткам кушать малинку. Понимаете? Вот так это устроено. Вы покупаете бутылочки, а я знаю, что у меня с этой бутылочки ребята эти получат денежки. Понимаете? При этом тот человек, который там стоит, это человек, которого назначал я. Я поехал в Минздрав, попросил, чтобы назначили моего человека. И сказал, что буду платить зарплаты. Пускай туда всех свозят. А я буду по себе, по чуть-чуть помогать этим делам. А что нет? А что нет? Пускай это существует. Он говорит, мы не имеем права. Я говорю, а мы делаем подпольно. Знаете, зачем нужно это все мне? Ребята, вы знаете, ты сталкиваешься с тем, что ты абсолютно обеспеченный человек. А дальше? Вам безразличны старики, а мне нет. Я хочу сделать дома для престарелых со временем. Я хочу, чтобы дети, которые живут в мусоропроводе рядом со мной, вот где я живу, а они-то в мусоропроводе 25 человек, наркоманы причем конкретные. Я хочу, чтобы эти дети нашли семью, чтобы их кто-то полечил. Я это хочу по-настоящему. Я ставлю рядом с мусоркой контейнер или коробочку, и на нее ставлю тарелку. Потому что когда мне в свое время, когда я отстал в Дамаске от российской армии, от МЧС Российской Федерации, самолет улетел, а я остался. Еще целую неделю находился в Дамаске и реально бомжевал. И самая большая проблема была в том, что я не русский, вернее, футы, ну для них не русский, да, вот, был вынужден есть просто мусорную еду из контейнера. Было неудобно, потому что нужно было залезть в этот контейнер, найти еду, и эта еда была грязная. Потому что люди умудрялись туда высыпать какую-то фигню, знаете. Я сейчас делаю так, все, что семья не доела на Новый год, вот, я это все ложу вот в такие пластмассовые коробочки, которые я покупаю в Метро, выношу и ставлю рядом с мусорным контейнером. Почему? Потому что я знаю, что тот человек, который ищет пищу, он кушать все-таки хочет. Поэтому я ставлю эти контейнеры, они их открывают и кушают. И я не делаю так, что выкинул гадость и высыпал сверху пылесос. Это верхнее уважение к людям. Собаки не сосредотачиваются на своей боли, а люди страдают. И то, что вы думаете, не страдание, называется самым настоящим человеческим страданием. Вы каждый день дома кушаете еду, а они страдают, голодают. И они ни в чем на самом деле совершенно не виноваты. Потому что у одних психические расстройства, у других там какие-то проблемы конкретные в жизни. Четвертые убегают. Вы думаете, они плохие, они заслуживают. Ребята, никто ничего в жизни не заслуживает, никто. Но все вызывают состояние внутреннего страдания, понимаете. Вы их не ощущаете, а есть такие люди, которые их чувствуют. И вот такие люди, они умудряются еще не просто чувствовать, а что-то в жизни еще и делать. А вы помогаете бомжам возле церкви, которые напьются и ударят детей. Понимаете? Вы делаете не то. Вы делаете не то. Ваш альтруизм, он должен заключаться в мусорном контейнере, который будет лежать рядом с вашим киоском или рядом еще с чем-то. И там должна находиться еда. А уже если вы хотите кому-то помочь, то сделайте это. Купите хорошую еду, положите ее на коробочку и эту банку тушенки пусть человек неимущий возьмет и съест. Если кто-то лежит у вас дома лежачий, то умудритесь один рубль этому человеку занести. Возможно, он на этот рубль купит себе лекарство. И делайте это так, чтобы даже человек об этом особо и не знал. Понимаете? Почему? Потому что делая добро, люди не трубят. Делаем добро мы для себя. Понимаете? Это мы не делаем для кого-то. Это чтобы вот тут было для себя легче и хорошо. Потому что это учитывается потом и в бизнесе, и в жизни, во всем. Понимаете? Не зря Достоевский говорил, в середине любого альтруизма находится глубокая жажда наживы. Вот так помогаем детям или помогаем тех, кто в них нуждается. И о том, чтобы менять зависть на восхищение, я об этом уже говорил. Правильно? Дальше. Правильное построение бизнеса звучит так. Вы решили делать крупный бизнес или решили бизнесом заниматься конкретно. Вы открыли магазин. Вы нашли деньги, чтобы купить товар. Вы нашли продавцов, потратили на это время. После этого вы сидите дома. После этого приходите, а вам говорит продавец. То есть у нас в стране кризис, очень плохо, товар не продается. Или вы зашли, а продавец просто сидит, сидит, ковыряется в носу. И вы начинаете показывать этому человеку, как нужно правильно торговать. Вы торгуете. Она говорит, как же у вас хорошо получается. То есть она говорит так, лошара. Серьезно, она говорит откровенно, лошара. Почему? Ребята, тот человек, который пришел и отработал, его обязанность входит. Вот что. Вы сделали все для того, чтобы это сделать. После этого то, что сделано, вы ставите человека. Вы должны у него требовать, чтобы он на этом всем заработал для вас деньги. Поняли, да? Вы должны прийти и кричать в лицо. Где мои деньги, твою Бога душу? Серьезно. Сказать этому человеку, какого ты хрена здесь сидела целый день и жарила на солнце свою задницу. Ты пила мое кофе, сидела и убегала из дома, чтобы сидеть на моем кресле. Даже на арендованной мной площади, где мои бабки, твою мать? После этого она скажет, ну я иди отсюда в жопу, потому что ты здесь уборщица и ты здесь охранница, а ты должна быть здесь специалистом в области продаж. Не умеешь, иди учись, а не будь такой дурой. Прикольно, да? Почему? Вы все для того, чтобы сделать бизнес, уже сделали. Единственное, что вы можете сделать, управлять этим бизнесом. Как? Вот так. Отдали энергию, она передалась, человек будет хотеть что-то делать. Мочеренко, он придет сюда, может доказать, как я делаю бизнес. Я уже им магазин продал, там до сих пор работают продавцы, которые на меня работали. Я подхожу к этому магазину, и девочки начинают метаться. Они начинают метаться. Серьезно. Они начинают мыть, переставлять все, вытирать витрины, вытирать вот так вот все. Все начинают тереть. Почему? Я уже не работаю, а рефлекс остался, понимаете? Потому что я всегда имел только плохое выражение лица. Почему всегда что-то не так? Занимаясь эзотерикой, я понял. Если я делаю все время лицо счастливого человека, хотя это офигенно, иметь лицо счастливого человека, то это не управление бизнесом. Настоящий бизнесмен, это тот, который недоволен каждым своим сотрудником. Когда они собрали группу людей, мы заработали уже на этом деньги, уже везли туда, они мне позвонили с поезда и говорят, о, уже привезли людей, мы все организовали, все. Они ждали, что я скажу, молодцы. А я сказал, ну да-да, посмотрим. После этого выключил телефон. После этого они ехали до утра уже, не спали. Почему? Я это сделал для того, чтобы они приехали, организовали поселение. Почему? Любой трындец заставляет человека работать. Йоханный бабай заставляет человека работать, понимаете? Когда мне говорили здрасте, я говорил, фигасте твою мать, ты что, со мной здороваешься или что? Я тебе поздороваюсь сейчас, понимаете? При этом, знаете, чем белее сторона, белая, тем темнее черная. Приходил в магазин, всех строил, приходил домой, хороший, мягкий, пушистый. Ну ведь это так и делается, правильно? Ну а у вас наоборот, вы пришли на работу, отработали вместо человека, пришли домой, построили всех своих близких. Что делаете? Я не могу понять. Меня военные научили, мне генерал говорил, если ты в госпитале не будешь орать на людей, тогда у тебя будет бардак. После этого я заходил в госпиталь, а посмотрите на меня, у меня же лицо Штирлица, понимаете? Рубаха парень, понимаете? При этом я заходил так. После этого человек подходил, говорил, здрасте. Я говорю, я тебе сейчас дам здрасте. Иди отсюда, чтобы тебя не видел. Или человек говорил, ну а у нас все очень плохо, так и сделай хорошо. Я подумал, вот когда будешь иметь мою должность, тогда и будешь думать, иди отсюда в собор Парийской Богоматери. После этого говорили, Дуйко зашел и все по струнке, понимаете? У меня даже психи, видя меня, выгибались. Я заходил и говорил, что плохо тебе? Да, плохо. Сейчас я тебе такое уколю, что тебе будет хуже, чем тебе сейчас. Ты или выздоравливаешь, или я тебя своими руками убью. Понял, придурок? Он говорил, так точно. Серьезно, они выздоравливали, потому что их запугивал. Террор. Я проводил обширный террор. Я вам говорю серьезно. После того, когда я уходил, я сейчас приезжаю в госпиталь, и все вытягиваются в виде меня. Они думают, потом идут в ординатуру и говорят, видели Дуйко. О, капец. Капец. Сейчас Дуйко как поставят, и будет нам засада. Ребята, так бы и было, если бы я сейчас туда попал, им была бы засада. Почему? Потому что я был самым требовательным человеком. Сказал за базар ответить. После этого человек говорит, я записываю. Я говорю, ты подписываешься под этим, подписываешься. До вечера не сделал то, что сказал, хана ему будет. Потому что я его заводил и говорил, не умеешь отвечать за свои слова. А какой ты нахрен там начиналась? Какой ты нахрен офицер? Какой ты нахрен солдат? Какой ты нахрен человек? Ты вообще как Гоголь импотент и как Чайковский гомосексуалист. Иди отсюда, раз за базар не можешь отвечать. После этого, знаете, никто не возражал. Получал ли я в морду. Человек хотел ударить. Я говорю, ты хочешь меня ударить? Он говорил, так точно. Я говорю, иди отсюда. Сам думаю, хух. Потому что я ору, ору, он краснеет, краснеет. Все здоровые, понимаете. После этого я встаю, а он сидит. После этого он встает, я сажусь. И думаю, сейчас как даст мне в голову. Я говорю, свободен. Он так точно. Иди отсюда. Думаю, иди уже отсюда. Вот так страшно. Сейчас срусь нахрен. И он такая глыба, Шрек, Халк, отворачивается и выходит от меня. После этого я иду. И вот я вот подхожу, стоит группа медиков. Я подхожу к ним, иду вот так, да. Я смотрю на их колени. И они становятся так. Я подхожу. Здрасте. Молчание. Я не услышал ответа. Здрасте. Вот. После этого. А что это у нас там за бардак? Что это такое у нас там творится? Бля, хавмуха. Что это вы тут устроили? Вы что тут стоите, разговариваете? О чем разговариваете? Знаешь, вот так. Это утро и до вечера. А вечером вышел, снял халат, и я нормальный человек. После этого говорят, как ты это включаешь в себе? У тебя там что, планка? Планка отмоточный механизм находится или что? Я говорю, все нормально, ребята. Почему? От меня этого требовали, я это делал. Я выходил, и мне было легко дома оставаться, человеком. Почему? На работе поорал, домой пришел мягкий пушистый козлик. После этого мур-мур, мяу-мяу, да. Потому что на работе моя функция в чем? Заставлять людей работать качественно. Для меня сетевой маркетинг не типичный бизнес. Почему? Я уже в состоянии полета занимаюсь этим бизнесом. Уже нечего забирать, уже нечего там стучать, знаете, уже как-то помягче. Но иногда сдержаться от песка я не могу. Знаете, им страшно. Я зашел вот там, они сидят, курят, их всегда коробит свет. Ну разве они... Их аж сжимать. Я говорю, что, курим? Зажимают в ладошку, прячутся куда-то. Почему? Ребята, все нормально. Я знаю, как управлять людьми. Да, вы так думаете, знаете. Бояться, не бояться, знаете, это такое дело. Но бояться вот что сделать. Знаете, я всегда говорю своим сотрудникам вот что. Незаменимых людей нет. Незаменимых и неповторимых нет. Но бизнес-то мой. Поэтому я всегда требовать умудряюсь. Я говорю бухгалтеру, знаете, у меня нет вопросов с отчетами. Я звоню технологу, говорю, сегодня до вечера отчет. Вопрос, как будет делаться? Могу или не могу? Есть время или нет? Нет, я на отдыхе или не на отдыхе? Мне эти вопросы не задает никто никогда вообще в априори. Почему? Я бывший военный, у меня слов не могу, не хочу, нет времени. У меня нет вопросов, которые бы звучали так. Кто будет убирать полы? Для меня это не имеет значения. Но если они не вымыты, я тебе вынесу мозги нахрен. И запхну их в задницу тебе. У меня в магазине никогда не было проблем с тем, что нужно нанять уборщицу. Большой магазин, 200 метров квадратных. Зашел в магазин, и после этого администратор подходит и говорит, а кто будет мыть полы? Я говорю, свободен. Что значит свободен? Ты свободна, иди домой. Она говорит, почему? Ну я же ничего не сделала. Ты не можешь организовать мытье здесь, полов свободно. Так где я уборщицу найду? Какую уборщицу? Ты что, дура здесь или что? Или сама убирай, или заставляй продавцов убирать. Game over. Иди работай, чтобы я этого больше не слышал. И после этого я приходил, и у меня не было никогда вопросов, кто же будет убирать полы. Не было вообще. А кто же убирать будет витрины? Кто же будет мыть полы? Кто же будет там чухать? Кто же будет делать порядок? Кто будет подметать перед этим магазином площадку? Кто будет менять мусор? Кто будет садить цветы? Я приходил и говорил, здесь до завтрашнего дня должны расти цветы. 200 гривен я выделяю, чтобы вы эти цветы нашли. Или там 2000 гривен. После этого кто их будет садить? Как это будет? Хватает денег или нет? Сделай. Не успеваешь, не получается, я найду того, кто это делать будет. Представляете? А вы знаете, что я платил мало, а на меня работали люди, и они хотели работать на меня. Сказать вам почему? Потому что люди любят порядок. Есть порядок, есть уважение. Нет порядка, есть бардак. Понятно? Это особенность жизни человека. Есть демократия. Демократия это бардак. Так, ребята, жизнь устроена, в бизнесе жизнь устроена по принципу, если ты начальник, будь тупым террористом, устраивай тупой террор. Правильно, неправильно, не имеет значения. Не отчитывайся, всегда трачь глаза и требуй, чтобы делали или выполняли. Не беззаговорочно те условия, которые ты говоришь. Да, чтобы не говорил кто-то в моем бизнесе, я всегда говорю, подумаю, но сделаю так, как я думаю. Почему? Потому что это является управлением своего собственного бизнеса. Понятно? Запомните, что я сказал. Это и есть принцип, а я при чем? Ведь в том, что я все сделал для того, чтобы это приносило прибыль, уже сделано. Магазин куплен, дрова завезены, да, плиточка стоит. А кто будет делать шашлыки? Кто будет делать торговать? Кто официанты? Кто неофицианты? Мне это не имеет значения. Ты управляешь бизнесом? Делай так, чтобы я принимал деньги. Не умеешь? Иди, я найду того, кто будет им управлять. Понятно? Вот так вот система, при чем тут я, работает в моменте, который называется привлечение в жизнь денег. Следующее. Всегда говори правду себе и окружающим. Это связано с деньгами, зайцы. Серьезно. А ведь разве я не сказал правду продавцу, который целый день проиграл с телефона? Она говорит, сколько у меня будет заработная плата? Я говорю, сколько заработаешь, столько и будет. Понятно? А сколько она будет? Вот сколько заработаешь, там процент у нас такой-то, такой-то. После этого она не работает, приходит и хочет что-то получить. И я говорю, я тебе не заплачу. Но я хочу с тебя еще и забрать у тебя твой сотовый телефон, а также твои вставные зубы. Почему? Потому что ты сидела, пила мою кофе на арендованной мной территории и принесла мне убыток в размере стаки-стаки. То есть я имею обязанности перед тобой платить тебе зарплату, а ты не имеешь обязанности продавать и вводить меня в состоянии долгов. То есть, наверное, агентский договор между продавцом и делопроизводителем должен быть такой. В случае, если ты выполняешь свои обязанности, я тебе плачу. А в случае, если ты не выполняешь свои обязанности, то платишь ты мне. А ведь это же по-честному, правильно? Иначе, и сколько платишь? Ну вот стоимость одного метра аренды в течение этого дня, а также стоимость части товара, который будет просрочен, а также стоимость... А что же нет? А разве это не правда? Это и называется деление рисков. А вот почему вы попадаете, видите? Потому что вы не умеете видеть в объективной картине. А это и называется сказать правду. Сказать, ты что здесь уборщица? Так я уборщицу займу, найму там дороже. Дальше. Занимайтесь всегда бизнесом настойчиво и нагло. Бизнес как невеста. Занимаешься по чуть-чуть, извиняешься, расшаркиваешься, боишься, ничего получаться не будет. Занимаешься бизнесом настойчиво и нагло. Если бы мальчики не были наглыми и настойчивыми, то у нас бы не было детей. А бизнес, он как невеста, понимаете? Нужно быть настойчивым и наглым для того, чтобы бизнес этот проявлялся. О боже, что? Следующее. Я в свое время заметил. Пригласили меня в массажный салон. Пришел я в массажный салон и мне очень долго делали массаж на спине. После этого я вышел из массажного салона, сел на улицу и съел мороженое. Так офигенно. Я вам даже не могу передать. Я после этого пытался, чтобы мне сделали еще раз там же такой же массаж. Но видимо тогда что-то совпало с психикой. Меня так расслабило. Видно на какую-то точку нажали. Вот вышел я и вот ну такой кайф. Я час сидел реально. Меня просто двигаться не хотелось. Так было хорошо. После этого до вечера пришел приход в размере очень солидной суммы денег, который принес мне бизнес. После этого я сам себе сказал, вкладывая в себя. Я говорю это серьезно. Ваши зубки хорошие, в бизнесе прибыль. Ваше здоровье хорошее, в бизнесе прибыль. У вас новая стрижка, в бизнесе прибыль. У вас красивые туфли, в бизнесе прибыль. У вас красивые зубки, в бизнесе прибыль. Когда вы себя в последний раз поощряли? Не каждый день? Ну вот. Следующая. Двенадцать или какая там. Тайна, которая звучит так. Ты есть главный продукт. Ты есть главный продукт. Ты есть главный продукт. Это самое важное, что есть. Почему? Ты отличаешься от других людей только тем, что у тебя есть. Одни определенные знания. Если ты имеешь знания, являешься в этом продукте самым ведущим специалистом, тогда ты будешь всегда успешным человеком. У меня была такая ситуация. Хмельницкий приехал, приходит девушка. Я вам сейчас ее обрисую. Маленькая, худая, села вот такая. Андрей Андреевич, скажите, а у меня будет в жизни Porsche Cayenne? У меня будет Porsche Cayenne. А кем ты работаешь? У меня уже есть дитина. И у меня есть еще муж. Он работает в Москве. Он строитель. И он строит там дачи. Но он не много зарабатывает. Там тысячу, 1200 долларов. Там еще проживает. И там мне присылают где-то 400-500 долларов. А кем ты работаешь? А я работаю у больницы, беру у людей анализы. А хочешь, дам совет? Она говорит, хочу. А ты стань специалистом в области брать анализы у человека. То есть ты изучишь, что такое кровь. А когда ты будешь отдавать анализ, говори, надо же, у вас тут нарушение. У вас высокие эритроциты, низкие лейкоциты. Вероятно, у вас какие-то опухоли в теле. Или у вас высокий гемоглобин. Это является следствием того-то. Протромбиновый индекс высокий. Там тромбоцитоз у вас. Это, возможно, у вас проблема с гинекологией. Или у вас высокий лейкоцит. Возможно, у вас есть астма. Или, возможно, у вас есть проявление пневмонии. Или, возможно, у вас есть аллергия. То есть ты научилась смотреть в кровь. И после этого они к врачу идти не будут. Они будут рядом с тобой. Почему? Ты выдаешь кровь. Даешь им еще и свои рекомендации. Или даешь им что-то, даже не будучи врачом. После этого они будут тебе за это платить деньги. Потому что они к тебе будут приходить. Почему? Ты на минутку стала специалистом. А разве это не так? А также, что ее сейчас отличает от того, кем она может быть в дальнейшем? Наличие знаний платят людям не за мастерство. Мастерство появляется, когда у человека появляется большое количество знаний, как произвести это мастерство. Понимаете? Мне для того, чтобы заниматься бизнесом, потребовалось пройти MBA и образовательные курсы. После этого мне потребовалось стать специалистом в области алгоритмов или арифметики, чтобы разработать или построить какие-то цифровые алгоритмы, пирамиды, которые у нас там имеются. Правильно или неправильно, такое дело. Мне потребовалось быть специалистом в области нетрадиционной медицины. В области традиционной медицины, в области перевода слов, в области знаний языков, в области коммуникации, в области психологии, психиатрии, для того, чтобы читать эзотерические семинары, в области NLP технологии, в области психиатрии, в области психологии, в области гипноза, в области собирания людей, в области коммуникации и построения, в области театрального искусства, в области красноречия, в области начитанности, в области коммуникации, в области построения программ, в области... а прикольно теперь в какой области вы специалист сколько вы зарабатываете согласно тому сколько есть у вас вот этих специальных знаний вы сегодня пришел мужчина и говорит я массажист я говорю так ты шо он говорит я хочу узнать шоу в какие предназначения эзотеричные в моей жизни и як мы не заработать багато грошей бо шось цели есть а грошей нема я говорю так у тебя не будет денег почему потому что ты не являешься специалистом в своей области не я дуже гарно роблю массаж дуже гарно то есть ты знаешь все 500 тысяч видов массажей которые есть на земле а также ты читаешь уже семинары о каждом виде массажа и каждый день делаешь разные виды массажа и твой массаж настолько эксклюзивный что у тебя выстраивается очередь длиной в 5 километров до он говорит не я вину естественно не потому что то что дурень думкой богатеют об этом знала еще моя бабушка поэтому ты богатеешь думкой что ты дальше будешь богатым но при этом становиться специалистом своей области не можешь на это он мне ответил знаете что он сказал я привык не думать я привык чувствовать руками я говорю понятно слушай ты полудаун вот но я тоже не оцениваю человека хотя знаете я ему так и сказал послушай мы с тобой говорим на разных языках поэтому бесполезно с тобой что-то разговаривать ты не больной нет вот уходи я здесь принимаю больных людей естественно о чем я говорил это и называется будьте специалистом своей области всегда помните что вы есть главный продукт почему если гипотетически человека у которого есть определенные знания взять из этого места и перенести его в штат калифорнию то он там тоже умудрится зарабатывать деньги я это утверждаю в моей жизни есть знания которые позволяют диагностировать людей по внешнему виду по пульсу и так далее также являюсь специалистом в области там лечения людей и как это происходило рассказать вам это происходит так приехал я в сахал-хашиш египет купил там квартиру смотрю на это все вот и там русские стоят где-то в магазине я говорю что русские да я говорю вы знаете что у вас аллергия она как вы знаете а что ж мне а что ж мне надо я говорю у вас за ушками просто короста это у вас аллергическая реакция и на лобике есть и вас дальше будет сыпать и дальше она говорит блин я так замучилась не могу сбросить отек фуросимит вершперон говорю вам надо антигистамины после этого говорю приедьте ко мне домой я вас посмотрю и назначу вам препарат после этого она мне звонит и говорит а если я приеду не одна я говорю можно если вы приедете не одна она приехала не одна она привезла с собой всех своих подруг а их было аж там 5-6 человек после этого подруги приехали вторая волна привезли своих детей третья волна мужчины пришли четвертая волна крестный ход доктор русский он один хургаде дуйко после этого русские доктор русский после этого даже вот что произошло начали приводить арабчанок с собой, арабов с собой, и у меня простатит, у меня носик болит, я говорю, я сюда отдыхать приехал, а снова занимаюсь лечением, но это начиналось сухо, вы представляете, да, и это у меня все время происходит, сейчас вот стоял возле дома, стоит женщина, встала, и я говорю, а вы знаете, вы не лечите свою спинку, она говорит, а как же не лечу, ставлю иголочки снова и снова, я говорю, а это у вас аллергия, вот если бы вы попили антигистаминные препараты, то это бы у вас исчезло, потом я ей говорю, а вы можете не верить мне, просто не верьте мне, просто купите и попейте, не поможет, придите, я вам деньги верну, и она мне вчера уже ждет, и я вчера уже подъезжаю, она меня ждет и говорит, вы представляете, доктор, она говорит, боже мой, вы так все увидели, а я это лечу уже несколько лет, я говорю, так и что, он уже на морде написан, дальше, тайна номер 15, никогда никому ни на что не жалуйтесь в своей жизни, ваш бизнес начал разваливаться с того момента, пока он вам начал идти в тягость, у меня муж инвалид, муж скотина, муж собака, все, мужа нет, мои дети какашки, мои дети сволочи, мои дети поразбивались на машинах, у меня ребенок непослушный, дети какашки, дети сволочи, все, дети наркоманы убили себя дозой, поумирали, почему, ребята, вы жалуетесь, тем самым вы этого избавляетесь из своей жизни, ребята, что вы делаете, ведь вы же это делаете своей энергией, у вас есть бизнес, он вам не приносит удовольствия, лягте дома, отоспитесь, потом снова начинайте заниматься, чтобы он приносил радость, а вы, ой, не знаю, в стране кризис так очень плохо, у меня не получается продавать баннеры, эти баннеры никто не покупает, все, у вас бизнеса не будет, если энергия в будущем времени тратится больше, чем в настоящем, то настоящее не происходит, и я вам нарисую так, вы хотите продать квартиру, после этого ставите себе цель, зачем мне продать квартиру, эта цель уже является опрометчивой и является тем, что вам не продать квартиру, объясню почему, если у вас, я хочу продать квартиру для того, чтобы вот это слово, для того, чтобы, а также мысли, для того, чтобы, именно это заставляет вас вот эту квартиру не продать, потому что для того, чтобы, это слова и мысли, которые выглядят следующим образом, условно, мне нужно продать квартиру для того, чтобы купить ресторан, правильно, я хочу продать квартиру, чтобы на эти деньги купить ресторан, Для того, чтобы продать квартиру, мне нужно позвонить в агентство недвижимости. Здесь энергии я много потратил? Мало потратил, просто позвонил. А теперь, для того, чтобы мне найти вот этот, что построить ресторан, мне нужно найти продавцов, кастрюли, а также где-то найти это помещение, а также найти само помещение, а также мне нужно найти и сделать ремонт. А также куча, куча всего. Здесь энергии тратится больше во много раз. После этого, за сколько бы вы здесь не продавали квартиру, она у вас не продастся. Понятно, да? Ребята, здесь это все связано с вашей психикой, серьезно. Для чего мне нужно продать квартиру? Не для чего, просто так, продать ради того, чтобы продать. Бесцельно, тупо бесцельно. Для того, чтобы для того. А если вы, я продам квартиру, я дам долги, все, вы ее не продадите. Я сделаю бизнес для того, чтобы отдать долги, все, не начинайте делать бизнес. Потому что бизнес начинается делать с легкостью, а вот заработка не будет. Потому что деньги не заработанные, нельзя тратить. Вы еще не заработали деньги, а вы их уже в будущем потратили. Если деньги потрачены в будущем, они в настоящем не заработаются. Вы еще не успели ничего заработать, а уже туфли купили. Конец, вы уже не заработаете. Вы говорите, я построю бизнес и отдам долги. Можете его не начинать. Конец. Или я сегодня заключу договор и на эти деньги куплю себе туфли. Конец, договор не будет заключен. А теперь скажите мне, почему у вас не получается делать что-то? Вы еще не успели заработать, а уже начинаете эти деньги тратить. Но если вы их в будущем потратили, они в настоящем не заработаются в жизни. Как вы умудряетесь еще что-то зарабатывать? Вообще не мечтайте. Вообще не мечтайте о том, куда вы будете тратить деньги. У вас их нету, вообще не мечтайте ни о чем. Итак, если вдруг у вас в будущем уже что-то выполнено, будущего, настоящего нет. Если деньги в будущем потратили, настоящего нет. Если в будущем у вас есть идеи, куда вы потратите что-то, настоящего нет. Вам надо продать дом, чтобы... Вот это чтобы вы уже не продадите его. Конец. Поняли? Препрограммировать нужно так. Я хочу продать дом, чтобы положить вот в эту коробку деньги. Как для денег. Мне человек звонит и говорит, я не могу продать свою квартиру. Я уже даже коробку построил, а они мне ведь так нужны. Услышьте, да? А я даже коробку сделал, а ведь мне эти деньги так нужны. Ты уже не продашь. Потому что слово они мне так нужны блокируют твои деньги, чтобы они у тебя появились. Ты уже не продашь ничего. Он говорит, мне так нужны. Вот пока они тебе так нужны, ты эту квартиру не продашь. Пока вам что-либо нужно, ничего с вами не произойдет. Потому что нужно, это уже потраченные деньги. Вы же их потратили. Раз они вам нужны, туфли купить, отдать долги, заплатить за это. Вы планируете, хотя еще ничего не произошло. Вы деньги в будущем потратили, тогда в настоящем не получили. Вот вам и работа со временем и пространством. Понятно с этим, да? Ой, как много отвечает на вопросы. Дальше. Будущее никогда не произойдет, если бы об этом знает много людей. Одним словом это звучит так, не трындеть. Будущее никогда не произойдет, если об этом знает много людей. Что? Уф. Блин, какие вы веселые люди. Периодически бываете такими веселыми людьми. Ой, я вам сейчас напомню, я вас сейчас обрисую. Есть такой фильм, Иван Васильевич меняет профессию. Там Ляля стоит, да, ее звали Ляля, эта женщина. И говорит, а ты знаешь, режиссер Якин, он бросает свою грынзу и летает со мной в Гагры. А ты знаешь, режиссер Якин, алло, это Ляля, режиссер Якин там и улетает. Он с ней улетел, вопрос? Нет. Почему? Потому что о том, что он собирается с ней улететь, знало много народа. Человек должен быть тайным. Пока все не произошло, нужно молчать, тупо молчать, тупо молчать, тупо молчать, молчать и тупо молчать. Сегодня вы пришли ко мне и начали жаловаться. Мне хотелось вас пристрелить. Потому что жизнь обыкновенная... Нет, тот, кому я говорю, знает. Почему я это говорю? Дело в том, что когда человек стонет, страдания увеличивают, страдания. Что ты хочешь, чтобы я увеличил твои страдания? Следующее, никому ни на что не жалуйся. Блин. После этого, и я хочу еще сделать. И после этого рассказала все, что она хочет сделать и там все остальное. После этого говорит, а что же мне можно в жизни поменять? Расскажи мне вот так, двумя словами. Может карму изменить? Да, возможно и карму. Но все по порядку. После этого люди приходят и говорят, вы бы могли нам помочь, ну вот там помочь и сделать нам там, дать совет. И вот он сидит передо мной с моими глазами, как у пионера. И говорит, можете? Могу. А как? Ну давайте, помогите. Как? То есть прочитать тебе лекцию, которая занимает у нас три часа? А я не хочу. Мне это сложно. И это не хочу делать. Естественно, с этим все понятно. Дальше. Вы в своей жизни сталкиваетесь с образом, когда вы думаете, что люди, которые достигли чего-то в своей жизни, стали профессорами, стали композиторами, стали еще кем-то. Это люди какие-то необычные. Ребята, всегда помните, все люди между собой равны. А бизнес, деньги зарабатываются не умом, а горбом. У тебя есть знания, после этого ты включаешь свой горб и тупо зарабатываешь. Скажи мне, сложно зарабатывать деньги, да, солнце? Сложно зарабатывать. Ребята, деньги зарабатывать сложно. Вы что думаете? А вы посмотрите, как я работаю. Знаете, чем отличается бедный от богатого? Рассказать вам. Богатый ищет повод для того, чтобы поработать. Бедный ищет повод для того, чтобы не работать. Дальше. Богатый ищет повод для того, чтобы поработать. Бедный для того, чтобы отдохнуть. Богатый ищет повод для того, чтобы предпринимательскую деятельность какую-то делать. Бедный ищет и говорит себе, мне ничего нельзя в этой стране, все очень плохо, много кризиса, все, ничего не получится. То есть он ищет поводы для того, чтобы просто чего-то не делать. Потому что он рожден нищим. И его карма быть нищим. И его жизнь быть нищим. Потому что человек, который живет по-другому, он говорит, мне можно все. Для меня все ворота открыты и везде все открыто. И после этого тупо делает то, что он хочет делать. Вам говорят, надо сначала документы. А вы говорите, а мне надо сначала бизнес. Я торговал в магазине мясом, и у меня два года не было ни одного документа. После этого, знаете, сколько раз ко мне приходила санэпидемстанция? 24 раза. Почему 24? Каждый месяц. И говорили, дайте нам документы. И мы говорили, да, да, да. Когда? Когда-нибудь в следующей жизни, когда я буду кошкой. Ла-ла-ла-ла. А если бизнес не пойдет, что мне потом с этими документами? Вот, а он два года все упорно шел и шел. Получается, это тайна, которая звучит так. Вам можно все. Вы думаете, вам ничего нельзя, а вы ошибаетесь. Каждому человеку можно все. Что вы хотите открыть? Школу? Откройте ее. Вам, вы сейчас себе начнете говорить. Для того, чтобы открыть школу, нужно иметь документы. Нужно иметь Министерство здравоохранения, там, знакомство. Нужно открывать какие-то документы. Прикиньте, посмотрите на меня. Хочу открыть школу, завтра она будет. Серьезно. Ищу помещение, нахожу родителей, даю листовки. После этого открываю страничку в интернете, сам ее рисую. После этого говорю, первые 10 занятий в школе бесплатно. И через время вся моя школа заполнена. И никто у меня не спросит, есть у меня документы или нет. После этого, пока школа работает, я медленно возьму директора, дам ему денег, а также заставлю его сделать эти все документы. А также найму руководителей. Поняли, да? Вот так. А вы делаете все наоборот. Вы делаете сначала документы, выходить куда-то что-то, а я делаю наоборот. Я сразу же с первого дня делаю бизнес и на нем зарабатываю. Представляете, да? Именно таким образом и делается все в этой стране. И везде во всем мире. Откройте глаза. Это делается так, ребята. Так, как я вам говорю. Не парьтесь, делайте, как я вам говорю. Вы хотите стать психологом? Встали на крещатике и пишите. Психолог. И пишите свой телефон. И стоите. И отрывной вот эту штучку, да. После этого, а где психолог? Прям домой приду. Массаж и психолог. Буду сразу делать тебе массаж и мурчать на ухо. Ты расслаблен. Ты расслаблен. А в случае, я еще не расслаблен. Берете палку и три раза говорите. Сейчас тебя заколит в голове. Ты почувствовал, как заколол, а ты расслаблен. Это яркие методы применения Рольфинга в психоанализе. Итак, никогда нельзя терпеть и сдерживаться. Я об этом говорил. Ой, самая любимая моя тайна звучит так. Нереализованные детские желания блокируют поступление в жизнь материальных благ. Моя мама когда-то мне в детстве пообещала, что если я там что-то сделаю, она мне на день рождения подарит часы с белым квадратным циферблатом, с черными красивыми стрелочками, серебристым, такими штучками. После этого я, как и обещал, все сделал. После того, когда я это сделал, моя мама не купила мне эти часы, потому что это было связано с тем, что у нее не было денег. Но она обещала, а я был маленький, и меня это очень сильно зацепило. И я стал немножко злым человеком. Я понимаю сейчас, спустя годы, что в какое-то время, когда не были куплены часы, я сам себе внутренне сказал, значит у мамы нет денег. Как она мне сказала, мамы нет денег, она тебе часы не купит, ничего страшного, их тебе когда-нибудь куплю. После этого просто забыла. После этого я себе, у меня просто происходило вот что. Я бы этого не заметил никогда, если бы я просто не купил себе такие же часы. Я шел когда-то по барахолке, я уже был начальником, директором госпиталя Северного военного округа города Москвы. И когда я там уже работал, шел по барахолке. Это теплые станы, я шел вдоль теплого стана, а там вот так вдоль речки сидят филателисты, что-то продают. В курсе, да, кто москвичит? И стоят там, они торгуют всем, чем попало. Там большая аллея такая, это возле Склифосовского института. Вот, и я стою, я иду и смотрю и лежат мои часы, те, которые я хотел в детстве. Знаете, я встал и говорю себе, а у них уже желтый циферблат, разломанная верхушка и одна стрелочка, не две, одна. И ржавый такой браслетик, еще и не идут, у меня ни одни часы не идут. Я ношу все часы и они всегда не идут. Я не знаю почему. Вот, я люблю часы, это мечта детства, носить часы. Вот я, когда я ходил, у меня произошло такое ощущение, как будто у меня пошло тепло в меня. Знаете, ну так хорошо. Я иду и думаю, смотрю на них, и у меня мечты детства. А также вот то воспоминание, когда я все-таки сделал то, что я обещал своей маме сделать. А также мечта исполнилась. При этом я их вот так вот погладил. Когда по госпитале ходил, они торчали из-под там кителя какого-то, да. После этого мне там один из людей, а, слышу в ординаторской между собой, шушукаются и говорят, наш Дуйко вообще со своими психами с ума сошел. Ходит в компасе каком-то с одной стрелкой. Серьезно. После этого я захожу, она тихо-тихо-тихо-тихо, Дуйко, Дуйко зашел. После этого я зашел, говорю, никакой это не компас, это часы. Нет-нет, Андрей Андреевич, не обижайтесь, это мы просто так, красивые у вас часы, красивые. Да, с психами, от кого, с кем работаешь, от того и набирался. После этого я сижу вот так вот и думаю, смотрю на них, они такие красивые. После этого всего, чего в детстве не было, я себе купил. Я хотел марки, купил себе 10 альбомов марок. Знаете, зачем они мне нужны? Они мне не нужны. Я их открываю и делаю так. Потому что они, запах детства, вы представляете, вот эта полиграфия, которая пахла марками. А когда попалась марка Ленина, как в детстве, а когда попались эти вьетнамские бабочки, капец, я аж пищал, знаете, аж трусило. После этого вам, какие марки вам продать? Да мне все равно, сколько этот альбом стоит? 200 рублей, давай. После этого домой пришел и сделал так. Вы представляете, я когда ковыряюсь в марках, у меня вот здесь все хорошо. Вот, какие были у вас мечты? Найдите эти мечты и сделайте так, чтобы они реализовались. Если эти мечты голосальные, то есть мечты, которые звучат так. Я хотела стать артисткой. Да. Купите караоке, вынесите на улицу и пойте. Я новая караоке на Майдуке. Только японская мадзуки. Есть у нас караоке на Майдане, да? А вы будете караоке на Майдуке. И петь только японскую музыку. Играть на барабане, да? Вот, почему бы и нет. Ребята, никогда своим детям не говорите, что у вас нет денег. Никогда. Потому что вы сделаете детей всегда бедными людьми. А это и есть ограничения, которые ставят родители своим детям. Эти ограничения убираются так. Когда ваш ребенок говорит, купи мне это, вы ему говорите, не у меня нет денег, а говорите, скоро сам вырастешь себе и купишь. Понятно? Именно таким образом воспитывайте своих маленьких деточек. Тайна номер, не знаю какая. Обращай внимание на то, с кем ты живешь. Всегда обращай внимание на то, с кем ты живешь. Если ты живешь с человеком и в ваших отношениях отсутствует искренность, то у вас всегда будет это проявляться в виде материальных падений. Это всегда. Если же есть яркое отношение, любовь, а также есть отношение уважения и доверия, то в этих семьях и дети нормальные, и дети культурные, а также есть любовь, взаимопонимание, а также у всех покупаются машины и так далее и тому подобное. Это с Богом не связано. Это и есть настоящее проявление чувств друг к другу. Понятно, да? А если вы умудрились прожить с женщиной или мужчиной, и за 4 или 5 лет не умудрились сколотить хотя бы 15-20 тысяч сбережений долларов, ребята, бегите, креститесь и убегайте. Нет ничего более банального, чем просто разрушить свою семью. Возьмите и своруйте деньги у ваших близких. Но ведь сбережения, они и начинаются с того, что у вас происходит, совместные сбережения. Каждый, стремясь для того, чтобы сделать дома что-то, пытается сберечь деньги, принести домой и приумножить. Это же и называется семейный очаг. Путем не разрывания семейного очага, а наоборот, вы же складываете их на то, чтобы у вас была в дальнейшем независимость. Квартира, свой собственный автомобиль, чтобы вот это в вашей жизни появилось. А когда кто-то дома начинает тырить, так гоните вообще. Никто, ни у кого не должен дома воровать деньги. Это, как вы не можете понять, семья, она связана с понятием, которое называется семья, релакс и отдых. Если у тебя дома начинается война, то ты в жизни не заработаешь денег, потому что жизнь это война, бизнес это война, а дома это релакс, это белая и черная сторона жизни, зайчики. Вы дома должны иметь релакс, вы дома должны иметь доверие, потому что если вы все ныкаете, если вы поролите все, если вы допускаете возможность недоверия, то вы дома не отдыхаете. А дом же как раз и устроен с той целью, чтобы дома можно было отдохнуть, понимаете? Нет у дома отдыха, нет любви. Отдых и любовь это одно и то же. Дальше, ребята, всегда занимаясь одним бизнесом, сосредотачивайтесь на этом бизнесе максимально и сильно. Это звучит так, всегда делай что-то одно. Что-то одно даст возможность расширить в виде проявления чего-то другого. Одновременно многими видами бизнеса заниматься нельзя, потому что вы просто распыляетесь, размазываетесь. Если пускать из душа на бетон воду, то тогда на протяжении 10 лет бетон будет чище. Но если пускать ту же каплю, одну каплю, чтобы она каплила с более меньшей скоростью и на протяжении 10 лет, то эта капля сделает дырку в бетоне. Поняли, да? Точно так же и вы делаете. Вы пускаете душ и в итоге ничего не получается. Вы смываете любые ваши достижения. Вы не успели что-то сделать, переключайтесь на что-то другое. А принцип бизнеса устроен так. Задумал что-то, делай что-то одно, делай долго. Когда я начинал школу Кайлас, я помню первую ступень. У меня был Саша Игнатьев друг. Был Игорь Мачеренко, вы его знаете. Он первый пришел ко мне в офис. Я тогда был руководителем там компании большой, сети магазинов здесь, в городе Киеве. Он пришел ко мне, он работал у меня начальником охраны. Также был моим личным охранником, телохранителем. После этого, а также его ребята, они тоже подводили меня к машине, уводили. Потому что были очень большие финансовые потоки. А также нападение бандитов в городе Киеве и милицейских структур. При этом нужно было мне охрана, также персональная охрана. Я Игоря нанял, потому что он являлся человеком компетентным в области охраны. А также он был между мной, пресс-атташе и людьми, которые занимали нападение с МВД. То есть он был барьером одновременно. Юрист, боец, он же там мастер спорта международного класса по боксу ко всему. И после этого этот человек, он находился рядом и очень часто трахал мне мозги. И он мне там что-то спросит, я ему отвечу. Он после этого, ну я тебя прошу. Ну я тебя очень прошу. Ну вот что хочешь, ну вот пожалуйста, в тебе столько знаний. Ну я тебя прошу, ну дай хоть что-то. Я говорю, мне это не надо. Он говорит, ну я тебя прошу, ну пожалуйста, ну дай. Я говорю, так мне это не надо. Он говорит, ну дай. Я тебе одному не буду рассказывать. А что мне сделать для того, чтобы я был не один? Я ему после этого непосильную задачу. Собери 20-30 человек, я проведу это. Он говорит, ну я ж не умею, тогда это нереально. Мое условие, собрал 30 человек, я провел. После этого он нашел мужчину, который собирает пикаперов. Знаете, это искусство, соблажнение женщины. Пришло 21 наркоман, 5 алкоголиков и девочка, похожая на мальчика. После этого первая ступень начиналась так. Когда я нарисовал вот такую хорду, все заснули. Когда я начал рассказывать об энергококоне, половина встала и ушла. После этого кто-то встал вот такой и говорит, а как соблазнять женщину? Я говорю, мы тут об эзотерике. Об чем? Об эзотерике. Об чем? Я говорю, об эзотерике. Об чем? Я говорю, блин, эзотерика. Он говорит, а что это? Я говорю, ну ты понимаешь, волны все остальные. А, волны, я пойду. И после этого осталось 7 человек всего лишь. Игорь, его друг, который у меня лечился, друг его друга, который у меня лечился, его жена, которая не могла уйти, потому что он ее держал за руку и говорил, сидя, я сказал. А также Марьяна и Витя Стефанишина, которые вообще пришли на семинар по развитию памяти. После этого первые 7 человек получили первую ступень. Первые 7 человек получили первую ступень и я решил все-таки этим заниматься. После этого я начал по чуть-чуть заниматься этим. Я тратил свое время. При этом я снимал офис. За офис я платил 300 гривен в час. 300 гривен в час. А, сколько я? 90 гривен в час я платил. Не 390. 90 гривен в час. Получалось 30 часов. Это мне обходилось. 2 700. Следующую ступень я провел для пятерых человек. Почему? Я решил для себя, что я хочу сделать такое направление. Такую школу. 505 человек принесло мне прибыли 500 долларов, потому что я тогда проводил по 100 долларов. После этого 500 долларов это 4000 гривен. 2 800 из них я отдал эти деньги, пошли на аренду. При этом я там заработал какие-то деньги, но эти деньги они пошли еще тому человеку, который организовывал для меня это все. То есть собирал людей. Также я сам хотел сказать себе, что я могу что-то сделать. И после этого я написал себе листочек. Что мне нужно сделать для того, чтобы это делать? Личный блог. Заказывать личный блог я не хотел, а это послужило поводом выучить программу WordPress и саму написать этот блог. После этого я скачал книжку, которая называется «Искусство для чайников написания сайтов». После этого я его прочитал, пошел, опросил доменное имя, после этого получил доменное имя, после этого зарегистрировал его, сам на это все навесил, сделал этот сайт, после этого за 2 года, изучая это, написал кучу статей и это делал вот этими ручками. Почему? Я решил, что все, что я сделаю, будет для меня как хобби. Поняли? И после этого, когда я начал это проводить, на протяжении 3 лет школу прошло, там больше 1000 человек. Но ведь делая все время, я делал что? Я делал одно и то же. Я просто верил, что это будет жить и это проводил снова и снова. При этом год у меня этот проект был некоммерческим, вот откровенно, вообще. При этом я столько мусора выслушивал в свой адрес, вы даже не представляете. У меня были знаменитые муги, знаменитые юзутурики, знаменитые юги и там кого только у меня знаменитых не было. Они приходили, у меня была полемика на семинарах и говорили, что это полный бред. У меня были христианские священники, которые у пена во рту говорили, что главное это поставить во главе всего Иисуса Христа покаяться и закончить этот бардак. Вот, были спасители человечества, были люди, которые говорили, что я на них постоянно навожу порчу из глаза. Были люди, которые сказали, что это черная магия и меня надо расстрелять при жизни. Знаете, чего только в жизни моей не было. Но это зато со временем позволило мне научиться хорошо проводить семинары, давать информацию нужную людям, давать только нужную информацию, а также проводить это изысканно, как вы это получаете уже в виде какой-то конфеты сейчас. Согласны? А также первые там не имели каких-то там других практик, эти имеют другие. Почему? Потому что то, что казалось для меня нужным, оказывалось для людей ненужным. Понимаете, да? Сейчас это все выглядит так, как это выглядит, и это уже отточенный продукт. Поэтому мы и получаем. Но вот сейчас у некоторых из вас может возникнуть такой вопрос. Почему бы мне не начать проводить такие семинары? Так я двумя руками за. Я честное слово говорю, я двумя руками за то, чтобы вы проводили такие семинары. Но я хочу вам сказать вот что. Вы столкнетесь с тем, что эти семинары будут никому не нужны. Но вы видите уже дальнейшие этих семинаров. То есть там же были элементы долгой работы, становления, также там практика, также всего там, что только можно перечислить. А вы видите уже какой-то успех там, более-менее мальский. Естественно, вы хотите успех, но уже сразу. Нет-нет, мои зайчики. Вам придется пройти как раз период становления, период роста, период личностной трансформации, период личностного роста, период обучения, период неуспешности, период успешности, период становления, период развития, так далее и тому подобное. И этот период, он будет делаться долго. Поэтому всегда помните, делайте что-то одно в своей жизни. А также то, что вы делаете, становитесь в этом плавно наилучшим специалистом в своей области. Тогда это будет интересно всем людям, которые вокруг вас находятся. Следующее, всегда всем говори нет. Если ты всем говоришь да, значит ты постоянно становишься человеком-невидимкой. Если ты говоришь да, то ты попадаешь на манипуляцию. Манипуляция да, а за да нужно отвечать. С этим понятно? Дальше говорить не буду. Следующее. Изменяй стереотипы, меняя картинку. Вот посмотрите, я в свое время столкнулся вот с чем. Вот посмотрите, на основе школы Кайлас, давайте вот так. Те люди, которые проводят сейчас семинары или эзотерические школы, они либо гуру, либо гуру-маха, гуру-дева, гуру-йоги, либо ламы, лама-чакра, лама-норбу-нарбакай, лама-норбакай-норбу, нарбакай-норбу-аримпоче и так далее. Либо это гуру-девы, гуру или какие-то просветленные мастера. Либо это какие-то люди, достигшие вдохновения, просветления, воодушевления. То есть или это ордена Ленина Дружбы Красного Знамени, какие-то там ордена Ленина Йоги. Либо это люди, награжденные там наградами имени наград, в честь наград, созданными наградами. То есть это вот все выглядит вот так. Здесь есть стереотип. Людям не нравится стереотип. Поэтому я кто? Обыкновенный человек. Классненько, да? А если бы все были обыкновенными человеками, то я был бы лама Норбакаев-норбу-аримпоче. В стране, где много Норбакаев-норбу-аримпоче, лучше быть обыкновенным человеком и отличаться от Норбакаев-норбу-аримпоче. Согласны с этим, да? Естественно, в стране, где много лам, лучше быть обыкновенным. В стране, где куча умных, лучше быть придурком. В стране, где все цивилизовано, лучше одеть парик рыжий. У меня есть мой друг. Мы вместе с ним учились в Ленинградской военной академии, его зовут Жора Делиев, мы вместе с ним учились, что он 71 года, что я 71 года, он отучился ровно год, там я с ним познакомился. После этого я с этим человеком дружу, по сей день это мой друг, вот. Этот человек в свое время, когда приехал поступать в военную академию, приехал с рыжим ракезом. Но все удивились его начительностью и интуицией, и вот этим внутренним состоянием решительности и большим количеством знаний. Именно этот человек в свое время послужил или повлиял на меня в том, что я увидел, что человек худой, придурок, который является каким-то протестом всему миру, является еще и харизматичным лидером. Потому что он приехал и всех нас маленьких этих студентов выстроил между собой, пересчитал, при этом сам метр пятьдесят в кепке, при этом худой, лысый, еще и с иракезом, но он так таращил свои гобы, так таращил свои глаза, что ему хотелось подчиняться. Вы представляете, он не смог учиться в академии, потому что он сказал, это не для меня. После этого он уехал все-таки к себе, он там в Гнесинку поехал в Москву и в Гнесинке закончил Гнесинское училище. После этого стал знаменитым режиссером, только Жорик мог добиться этого. После этого с таким же придурком начал возиться, который был кто? Боря Барский, да, еще хуже, чем сам Далиев. Это человек, который вообще нет мира сего. Тем не менее, я утверждаю, люди любят чудаков. А это говорит вот о чем, изменяйте картинку в жизни. Я ее изменил так. У нас была ситуация, нам нужно было сделать так, чтобы человек, от которого влияло очень много, обратил на нас внимание. При этом было одно условие. Это было в Каннах, на Каннском кинофестивале. Мы должны были встретиться в одно время с человеком, который был очень влиятельным человеком. Но к нему на встречу пришли люди, это все было бесплатно. К нему на корабль, на встречу. И у всех этих людей должен был быть один и тот же дресс-код. Черные туфли, темные носки, темные штаны, а также галстук какого-то одного цвета. Или без галстука, с расстегнутой верхней пуговицей. При этом никаких роярко-накрашенных волос, никаких украшений, никаких сотовых телефонов, никаких ярких, замечательных вещей. Никаких. Конкретный дресс-код. А, не так. Носки можно было иметь любые. А, нет, не так. Все-таки носков у нас там не было. Значит, что мы сделали? Рассказать вам? Рассказать? Вот, чтобы вы сделали. Чтобы на вас обратили внимание. Шорты просто. Нет. Какие шорты? Дресс-код. Дресс-код. Не пустили, потому что дресс-код существовал. Что мы сделали? Рассказать. Я вам сейчас скажу. Я обрезал и ему, и себе штанины. Вот таким образом. И это и не шорты, и не брюки. Получается, при этом мы еще и закатали носки. Получается, мы шли как подстреленные овцы. Нам говорят, вы в шортах. Я говорю, нет, мерей линейкой. А при этом мы уже расписали там какую-то там статью такую из интернета скачали, где было написано кутюрье какое-то. Он писал, пошив шорт длина, пошив бриджей длина, пошив шорт длина. И там было написано, что вот штаны имеют... Это дресс-код. Он говорит, это просто модно. При этом сделали то же самое здесь на рукавах. И сделали то же самое там. При этом мы ходили и отличались. При этом мы становились все время на самое верхнее место. Этот мужик сам подошел и говорит, прикольные штаны, пацаны. Прикольные штаны, пацаны. И после этого Слава, который Ксинка, Ищенко, стал одним из самых влиятельных людей, которые есть здесь на территории Украины. Почему? Он сейчас заведует фьючерсами, то есть теми точками доступа, которые позволяют перегнать деньги из Украины в швейцарские банки. Но это вот возможно было, потому что нам дали это. А этот мальчик он раньше не имел ничего. Но он просто убедил этого человека, что он может это делать для территории Украины. Представляете? И после этого в него поверили и дали ему возможности. Сейчас он житель уже Швейцарии, живет там и здесь на территории Украины является совладельцем одного из коммерческих банков. Представляете, да? А что нужно было сделать? Поверить в себя. Поехать, встретиться с человеком. Но это нужно было сделать еще и так. На тебя должны были обратить внимание. А также тебе этот человек должен был ответить чем-то. Для этого ему нужен был я. Я знаю, как сделать так, чтобы к тебе относились хорошо. А также что сделать так, чтобы на тебя заметили. Поэтому ему нужен был эзотерик. После этого он нанял меня. После этого со мной у него это получилось. Почему? У Слава сделал работу. Он нашел эзотерика. Он нашел деньги на билет. Он знал язык, на котором разговаривает этот человек. Он был финном. И там много всяких аспектов. То есть этот человек заметно пределал огромное количество работы. Нашел деньги, нашел возможности. И это все сделал. Представляете, да? Вот так вот, мои хорошие. Изменяй стереотипы, как это сделали мы. Меняйте картинку бизнеса. Подумайте. Дальше. Тайна номер не знаю какая. Всегда проси. Всегда, везде проси у всех. Всех. Серьезно вам говорю. Всегда во всем просите. Это тайна жизни. Гордые люди, бедные люди. Люди просящие, люди получающие. Проси у Бога, проси у соседей, проси у продавцов. Проси у всех, делай это все время. Вспоминай все время историю. Я был голодный. Жил в деревне. И меня соседка все время за уши затягивала и кормила супом, который я съедал. А ее дочка не ела. Они были порторгами. Она была дочкой, фут и женой порторгами. А я голодный, седьмым ребенком в семье рос. После этого она мне забегала и говорила, давай я тебе дам есть. Я говорил, я не хочу. И она говорила, давай добавки. Я говорил, не хочу. Она все равно лила. Потому что по моим глазам было видно. Мне надо было говорить так. Я знаю, я спустя годы просто утверждаю. Да она бы выкинула эту кастрюлю супом. Потому что я помню, как выглядел пьяный порторг. Я выглядела. Это Ира толстая девочка. Ее мама. Они были все. У них Маслякова фамилия была. И говорили, у Масляковых в квартире жопа жопа шире. Потому что они такие толстые. Какой суп? А вот я был худой, как дрымба. Мне этот суп был необходим, жизненно важен. А когда там попалось мясо, еще это мясо сияло. Потом она дала мне одну конфету. А потом говорит, возьми сколько можешь. Это была ее ошибка. После этого я брал столько, сколько могу унести. Они падали. После этого она взяла и мне их заправила в футболку, в шорты. И высыпала просто за пазуху. После этого я шел и эти дома конфеты прятал. Чтобы сейчас старший не подбирали. Чтобы мама не увидела, что я кому-то рассказал. Или чтобы не подумала, что кто-то подумал, что мы бедные и нищие такие, что у нас конфет нет. Понимаете, да? И я вам скажу так. Для нее это было несложно накормить вот этого ребеночка едой. А мне эта еда была необходима. Что же заставляло мне сказать, я не хочу? Почему бы мне не нужно было сказать, а я хочу? Вы знаете, как я стал начальником госпиталя? Я приехал туда и после этого сняли директора госпиталя и сняли начальника госпиталя. После этого я выяснил, какой генерал управляет этим всем. Я нарисовал всего лишь два квадратика. На белой бумаге я нарисовал два квадратика. И на одном квадратике я нарисовал вот так, а на другом квадратике я нарисовал вот так. И здесь я написал И, Б. После этого я, ужас какой. После этого я приехал, после этого я приехал к генералу. Я говорю, я к вам по личной встрече. Он меня долго не принимал. После этого он меня принял. Говорит, и что тебе надо, урод? Я говорю, я хочу вам показать вот что. И я ему показал вот этот кубик и этот, нарисованный на этой бумажке. Он говорит, и что это за хрень? Я говорю, это то, что сейчас зарабатывает наш госпиталь. А вот так он будет зарабатывать, если я буду им управлять. Он говорит, он говорит, а что это такое? Это я говорю, это приблизительно столько мы будем зарабатывать и, Б, и больше. Он говорит, а как ты это сможешь сделать? Я ему говорю, если я вам расскажу, как я это смогу сделать, тогда вы это сделаете сами. Поверьте в меня и поставьте меня, и я это покажу, как сделать. Вам ничего не мешает. Первое, назначить меня. Второе, быть моим протеже. И третье, в дальнейшем снять и сделать мою жизнь невыносимой. Вам же ничего не мешает это сделать? Он говорит, а что я смогу получать? Я ему говорю, вот это мы будем отчислять, вот это вы будете получать, вот это мне. Он говорит, хорошо, сынок, год без этого. Я говорю, окей. Он говорит, вот год без этого сможешь, смогу. Но кто ты? Я говорю, какая разница, ставите мне завтра. На следующий день меня назначают начальником военного госпиталя. Я захожу и все говорят, кто это? А я делаю, собираю людей, которые просто светилы медицины. Ковалевых, хватало. Это было 14 лет назад. Почитайте, если мне сейчас 41, сколько? 27. Вот, при этом я захожу с вытаращенными губами такими, знаете, и делаю бешеное лицо. И после этого сидят люди, я говорю, и что вы сюда пришли, без ручек? И все так сразу, хоп, точно без ручек. Я говорю, все свободны, через 20 минут жду, всех с ручками. Все встали и ушли. Те, кто не пришел, до вечера были уволены. Я написал статью такую, написал за неподчинение, бла-бла-бла, воинских обязанностей, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Принес генералу и сказал, вы должны это подписать. Он говорит, капец, если мы сейчас этого человека отсюда уберем, за ним пойдут все доктора. Я говорю, давайте. Он говорит, дуйко, блин, я тебя лично вот этим превольвером своим пристрелю, закопаю, и никто об этом не узнает. Я скажу, что ты участник военных действий и умер где-то там. Я говорю, подписывайте. После этого он ставит свою подпись, после этого этих людей увольняют, после этого я приезжаю в 7, а уже все сидят. После этого он мне говорит, надо это. Я зашел, говорю, надо. После этого все надо, сделано до вечера. Я говорю, надо это сделать до 19.00. После этого приходит, нам надо. Вот тебе надо, ты и делай. У тебя есть деньги? Нет. У меня нет, уйди отсюда. Понятно? Вот так. Нам надо марля, ищи марлю. Где я? А я что знаю? А я что знаю? Тебе надо? Тебе надо марля? Найди, значит. Как? А я что знаю, где тебе найти марлю? Но вы же не рекомендуете. Ты что, даун? Я найду такого человека, который найдет марлю. Он говорит, ну как же я могу найти марлю, если мне военное ведомство выдает эту марлю? Я говорю, ты свободен. Я говорю, ты свободен, а если до завтра марли не будет до 6 вечера, ты еще и уволен по собственному желанию. При этом твоя очередь на квартиру, которую ты ждешь, будет израсходована навсегда. Услышь меня. После этого он говорит, так что же мне делать с марлей? Иди отсюда. После этого меня ненавидели первое время, даже покушались на жизнь. После этого прошло время какое-то. И вот что прояснилось. Человек говорит, если я не могу найти марлю, он пришел к каждому в палату и сказал, пожалуйста, я вас очень прошу, если у вас есть деньги, пожертвуйте нам, пожалуйста, на марлю. Обзвонил все инстанции. Обзвонил все там, куда только можно, даже в мэрию Москвы. Сказал, что в военном госпитале надо марлю, дайте хоть что-то. И у нас до следующего дня, до 7 вечера, была марля, потому что этот человек хотел оставить за собой очередь на квартиру. Понимаете, да? Но марля была в армии, нет вопросов, где брать. Страна и так ничего никому не дает. А вот как найти из того, что не дает деньги, отдать генералу, я об этом четко понимал. И я знал, как это делать профессионально. Как, не буду говорить. Итак, спустя годы я просто утверждаю, всегда просите. Я просил у него. Что вам мешает попросить? Так ничего не мешает попросить ни у кого и никогда. Мы можем просить всегда и у всех, во всем. Просите, 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 просите. Всегда просите, всегда везде и у всех просите что-либо. Ой, у меня не получается, пожалуйста, помоги мне. Как я делал там, звоню человеку и говорю, вам это надо? Нет, не надо. Пожалуйста, если кому-то надо, дайте мне пару человек. Дайте. После этого человек вот этому позвоню, этому позвоню, этому. Алло, а мне вас порекомендовало вот это, сказать, что я могу вас попросить. Могу, что вам это надо. После этого можем ли встретиться? С человеком встречались, этот человек все делал. Почему? Я умудрялся просить. Понимаете? Люди хорошие, помните это. А у них можно попросить. Практически ни один человек не отказывает, если его просить о чем-то. А вот так просите, да? И что, отказывает? О, глядя на вас хочется сделать что-то. Помните о том, что мысли имеют действие. Я об этом уже раньше рассказывал. Поэтому делайте так. Скажите себе, сколько я хочу зарабатывать на своем бизнесе. И ставьте утром такую мантру. Я хочу на своем бизнесе заработать 100 тысяч гривен в месяц. Вопрос как? Не имеет значения. На все дело проведения. А также становитесь специалистом в этой области. А также находите поводы для того, чтобы стать лучшим специалистом в области маркетинга. Продаж. Бла-бла-бла-бла-бла. То есть все аспекты выясняете. Дальше. Хочешь что-то сделать, сделай бесплатно. Я в свое время занимался торговлей ювелирными украшениями. Причем делал это профессионально. Я завозил из Турции. После этого здесь на территории Киева продавал. При этом это магазины. Сеть Метро Гол. Также магазины Каприз. Я был владельцем и я их открывал в свое время. В этих кругах меня достаточно хорошо знают. Сеть магазинов Каприз. Это Ассо Карки. Днепровская набережная 33. А также Борщаговская 154. Вот эти большие магазины. Как они называются? Открытой зоны. Как я их называл. Open Up. Эти открытые магазины. Они были как раз и сделаны для того, чтобы можно. Как я зарабатывал, я не буду сейчас рассказывать. Но я делал так. Я для того, чтобы привлечь людей. Заставлял, чтобы они подходили к администратору. Им давали привезенные из Китая маленькие монетки. Они там стоили за 100 штук буквально 1 доллар или 1,5 доллара. Мне их привезли 10 тысяч штук. Каждый человек приходил, покупал покупку или без покупки. Получал дисконтную карточку и ложил такую монетку в кармашек своего кошелька. Потому что я говорил администратору, чтобы он говорил людям. Каждый, кто положит монетку денег в свой кошелек, в дальнейшем проявится у него деньги. Знаете, у меня была ситуация. Черновецкий не подписывает баннеры, а штраф 330 тысяч гривен. После этого подписывает только по фамилии Шпак или Щур, я уже не помню как. А этого Шпака сняли. Получается, никто не подписывает и ты не имеешь права, чтобы у тебя эта вывеска была. И тебя должны штрафовать каждый месяц. После этого мне принесли этот документ. Я говорю, сходите, получите. Взяли эту бумажку, но ее никто не подписал. После этого я сделал так. Взял ручку. Ой, извините. Взял ручку и сделал так. И после этого, а у вас есть подпись? Да. Это Шпака подпись? Да. А вроде у него была другая. А я при чем? А я при чем? Ну слушайте, Шпак, насколько я знаю, никому не подписывают. Это вопросы ко мне или к Шпаку? Это вопросы ко мне или к Шпаку? Это вопросы к Шпаку. Отстаньте от меня. Может он бухой был, что вот так вот писал. Идите к Шпаку и спрашивайте. Но мы не знаем тогда, что вы хотите от меня. После этого даже умудрились принести мне подпись Шпака. И говорят, смотрите, это его подпись, а это не его подпись. Я говорю, а я при чем? Ну вот при чем тут я? Ну при чем тут я? Да. А Горсовет мне поставил сверху печать. Потому что нужно было поставить у Шпака, отнести в Горсовет. И они там, не глядя, проштамповали. После этого говорю, Горсовет поставил печать? Да, поставил. Идите и вопрос, почему печать поставлена на подпись не Шпака и сдадавайте в Горсовет. Но это не так. На самом деле это поставил Шпак. Он просто это поставил, когда взял в зубы ручку, потому что был такой бухой, как свинья. А возможно он это поставил в сауне, всунув свой карандаш в попу. Он говорит, что это вы так со мной разговариваете? Я говорю, а что это вы мне какие-то претензии тут предъявляете? Что с вами? Вы хотите что-то мне сказать? Подавайте это в милицию. Будем разговаривать через милицию. Нет, идите отсюда. После этого вопрос был исчерпан. Звонят из Горсовета и говорят, поставьте вывеску на магазине в виде гирлянд. А также разукрасьте магазин красиво. Я говорю, хорошо, я готов это сделать, если вы дадите мне денег. Дайте мне денег, и я на ваши деньги это сделаю. А мне говорят, нет, Черновецкий подписал, что всех закрыть людей, которые это не сделают. Я говорю, это моя собственность. Вы без санкции прокурора ко мне не зайдете. А также, если вы мне дадите деньги, я повешаю гирлянды. А если вы мне денег не дадите, то я гирлянды не повешаю. После этого она звонит. Вы даже не представляете, какие сильные люди мира сего. Я говорю, что ты хочешь от меня? Ты все сказала? Да, ауфвидерзейн. После этого выключил телефон. И знаете, все повесили гирлянды. А мне принесли две гирлянды бесплатные. И сказали, вам подключить. А, их поставили сначала в магазине. И три дня до Нового года он приходит и говорит, что это у вас нет гирлянд? Я говорю, а что, я буду подключать их или что? Принес, подключай. Он говорит, вы офигевшие. Я говорю, а я при чем? У вас есть горсовет? А где я вам возьму человека-подключателя? А где я вам возьму человека-подключателя? Что вы хотите? Мне вообще надо дать аренду помещения за то, что вы свои гирлянды хотите втюхать мне в витрину. Уйдем. А, все, конец. Завтра продолжаем. Итак, вчера мы закончили на теме, которая называется, если хочешь что-то сделать, сделай бесплатно. Да, помните? Да, да, да. А теперь давайте запишем, что приводит всегда человека в 100% к нищете. У нас есть действия, которые никогда, ни в коем случае делать нельзя. Ни под каким предлогом, никогда. Это аксиома жизни. Сделайте это, будете всегда бедными и нищими. Итак, пишем первое. Никогда нельзя дарить вещи или деньги. И после этого жалеть о сделанном. Никогда. Второе. Никогда не принимайте в подарок кошелек и пользоваться им нельзя. Если вам кто-либо когда-либо дарил кошелек, выкиньте его. И жена так же. И муж так же. И вместе в магазин зашли купили тоже нельзя. Кошелек надо покупать себе только сам за свои заработанные деньги. Иначе энергия денег будет переливаться к тому человеку, который вам этот кошелек подарил. Не, он просто дома пусть валяется, он вам не нужен. Его и дарить нельзя на самом деле. Какие должны быть кошельки? Ребята, кошелек должен быть сделан из кожи. Для женщин хорошие кошельки, которые имеют красный цвет и золотистый. Никогда не имейте кошелек, который имеет некрасивый цвет. И особенно нельзя, чтобы кошельки были синими и джинсовыми. У вас синий джинсовый кошелек, выкиньте его. Смотрите, кошелек должен радовать глаз. Согласны с этим? Смотрите, красивый кошелек. Красивый. Вот так должен выглядеть кошелек. Берешь его в ручки, он радует глазики твои. И приятно. Можно любой. Просто он должен радовать глаз. Он не обязательно должен быть дорогим, просто чтобы он был красивым. Понимаете? Если вам подарили очень хороший кошелек, открывайте пункт 2, и там написано, нельзя принимать в подарок кошелек и пользоваться им. Куда его девать? А я откуда вас знаю? Мне отдайте, я его выкину. Дальше, третье. Третье. Нельзя дарить незаработанные вами деньги и не купленные за свои деньги вещи. Это к нищете. Нельзя дарить незаработанные вами деньги и не купленные за свои деньги вещи. Вот допустим, у вас семья, вы жена, вы не работаете. Если вы захотите подруге подарить деньги, которые заработал ваш муж, это приведет к тому, что у мужчины будет умноженная в несколько раз потеря денег. Денег. Не купленные, не заработанные вами деньги и не купленные за свои деньги вещи. Дареные не дарят. Ребята, это особенность такая. Если вы не купили эту вещь, а вам ее подарили, то не дарите ее никогда. Получается, кому попало, не имеет значения. Просто не дарите. Дальше. Кому плохо, вам плохо. Потому что поток безвозмездной отдачи денег вам будет перекрыт. Вам подарили, таким образом к вам идет поток безвозмездного, откровенного желания вам что-либо отдать. Если вам что-либо кто-то дарит, можно поделиться с кем-то. Но однозначно не стоит. Ну вот мне подарили в свое время, сколько там килограммов масла и сыра привезли сюда. 15 килограммов масла, 10 килограммов сыра. Я физически понимал, что я его даже в течение года съесть не могу. После этого вот Юля и Света, мы все вместе разделили между собой это масло и сыр. И после этого я его таким образом распределил. То есть получается, то, что мне дали, я понимаю, что я сам не съем. Но если мне подарили бутылку виски, то я его даже, если я его не пью, никому не дарю. А вместе выпить можно? А вместе выпить можно. Но это мое виски. Я хочу угощаю, хочу нет. Понимаете, да? Дальше. Если ваш муж заработал деньги, а вы не работаете. И вы взяли эти деньги и кому-то подарили. Это умножится в 10 раз, и ваш муж эту сумму, умноженную в 10 раз, потеряет, которую вы подарили. А если тот человек, которому подарили деньги вы, и вы их не заработали, положит в кубышку и начнет вокруг этих денег ложить свои деньги, то эти деньги в большинстве своем будут вытягивать прибыль у вашего мужчины. Но это уже темная магия, об этом говорить не буду. Это умение работать с этими энергиями. Делать этого никогда нельзя, если ты не заработала деньги. А также это не ты купила себе вещь, что ты не имеешь права эту вещь дарить и эти деньги кому-либо отдавать. Понятно? Ты можешь только на них покупать себе, для своей семьи. Ты не имеешь права подавать эти деньги, не имеешь права отдавать их кому-нибудь. Ты не имеешь права. А если она не работает никогда, это что? Значит, она никому не может иметь права подавать и никому что-то покупать и дарить. Не имеет права, конец. Дальше. Тратить чужие деньги. Это закон бедности. Если вы тратите чужие деньги, вы будете нищим человеком. Всегда. Если вам дали деньги и сказали эти деньги там, подержи в руках, они не ваши. Юра пришел и дал там 40 тысяч мне уе. Вот. И говорит, можно эти деньги полежать у тебя? Я говорю, можно. Это деньги не мои. Я их никогда в жизни не потрачу. Потому что у меня принцип жизни. Не трогай чужие деньги. Никогда. Это принцип жизни. Нарушаете, будет умножаться в 100 раз, и вы будете это отдавать. Умноженное в 100 раз. Ну, ребята. Что за вариации? Давайте без вопросов. Итак. Тратить чужие деньги нельзя. Зарплата мужа – это чужие деньги? Зарплата мужа – это чужие деньги. Их тратить мужа. Это их тратить на вас и мужа можно. Как вы не можете понять. Тратить – это значит, звучит вот так. Мне человек принес и отдал чужие деньги. Он говорит, можно мои деньги побудут у тебя? Если я эти деньги возьму и потрачу, то я уже туда эти деньги не положу. И попаду, и с человеком разорвутся отношения, у меня будут неприятности. Поняли? Смотрите, вот моя жена, она не имеет права, не работая, подавать кому-то на улице деньги. Потому что если она не работает, а я ей даю эти деньги, и она будет ходить где-то на улице и подавать, то тогда она меня может разорить тем самым, что она просто мои деньги кому-либо отдаёт. Я горбатился, она на себя не тратила, и она это подарила, не сделав для этого ничего. Ты можешь помочь только тем, на что ты потратил часть своей жизни. Вы должны это понимать. Распоряжайтесь только тем, на что вы потратили часть своей жизни. Поняли? Вы горбатились, вы там пели, вы там танцевали, потели и что-то делали. Вот если вам за это заплатили деньги, тратьте их. Если вы для этого ничего не сделали, то есть это нечаянно к вам попало, то вы не имеете права их дарить или кому-либо отдавать. Дальше. Нельзя давать деньги в долг. Никогда. Чаевые можно давать. Чаевые это заработал человек. Дальше. Давать деньги в долг нельзя. Дальше. Никогда не плачьтесь на безденежье. Молчаливо молчите. Никогда. Никому не рассказывайте, сколько вы зарабатываете, как вы заработали, зачем вы заработали, а также сколько вы тратите. Никому. Это не касается никого, кроме вас. Это ваше. А также нельзя ни в коем случае считать, что деньги это зло. Дальше. Никогда не считайте, что люди хотят вас обмануть. Сейчас запишем. Только он кореглазый и голубоглазый. И лысый оба. Вот. Но очень-очень похоже с ним. Сейчас он постарел. В свое время нас даже путали. Встречая на улице, он просто чуть-чуть меньше рост. И мы, когда были маленькие, отец у нас был таким сильным человеком, очень агрессивным. То есть мог поставить все на место, дать пендаль атак. Меня от курения отучил он очень быстро. Сказал, ты куришь? Да. Закрой глаза, как вмазал в лицо. Знаете. После этого говорит, еще раз запах почувствую. Бью перед... Без предупреждения. Больше не было желания курить никогда. По сей день не курю. При этом у меня была с братом такая ситуация. Он убивал кролика. И он заставлял меня этого кролика убить. Он взял палку и говорит, ты должен убить кролика. Потому что таким образом ты станешь мужчиной, настоящим. Настоящий мужчина это тот, кто может убить кролика. Потому что он говорил, если завтра война, то тогда ты должен будешь защищать семью. Убей кролика, этим ты докажешь, что можно семью защитить. Он убивал кролика, я два раза терял сознание. После этого он взял эту палку и говорит, я сейчас буду убивать тебя. Я говорю, лучше убей меня, чем я буду этого кролика убивать. Мне было семь лет, ему было семнадцать лет. После этого я стал доктором, после этого я стал хирургом. А мой брат стал военным. И после этого у брата Афганистан шесть лет. После этого у брата там военные действия еще где-то. Он там офицерское звание получил, высшую школу офицерскую закончил. Но после этого ТИФ, после этого у него был два раза ТИФ, он в Самарканде ТИФом болел. После этого гепатиты все три вида. После этого два ранения, после этого ожог сильнейший. После этого он все время до сих пор, занимаясь уже бизнесом, возит все время у себя. А, бандитизм в Крыму там у него был, он сидел там за бандитизмом. После этого, потому что в советское время там занимался бандитизмом. После этого прошло время, и спустя годы он ездит в машине на Жигулях. И у него все время там в машине, ну сейчас Део у него, да. И в этом Део Леганзе у него в багажнике лежит бита. Я ему говорю, брат, зачем тебе бита в багажнике? Он говорит, блин, ты представляешь, а если вдруг кто-то нападет, я всегда отобьюсь. Это же моя защита. Вы знаете, я раньше не задумывался. Ездил на Мерседесе, ездил на Порше, вот, ездил там на разных автомобилях. В Германии ездил вообще там на очень дорогой машине. При этом я никогда не задумывался, что кто-то может напасть. А вы знаете, если бы я задумался, кто-то бы на меня напал. А вот из-за того, что я не задумался, никто на меня не нападал. Почему? Если человек считает, что вокруг него идут боевые действия, он сам это в свою жизнь не привлекает. А если я верю, что боевые действия отсутствуют и все люди хотят мне дать что-то, то я это и получаю в течение каждого дня. Вы представляете? Теперь вопросы, почему получается делать бизнес у меня и не получается делать бизнес у обыкновенных людей, исчерпан. Ну, естественно, люди считают, что это кризис. Здесь сложно зарабатывать деньги. Вот они и получают кризис и сложно зарабатывать. А я считаю всегда, что у меня нету кризиса и не сложно зарабатывать деньги. Мне люди и хотят отдавать. Я это и получаю, потому что все время хотят отдавать деньги, все время что-то происходит. Вы представляете? Это было во всем. И это было вот с того момента, когда я это понял. Ребята, считать, что вас все хотят обмануть, это глупо. На самом деле вы считаете наоборот, что все хотят наоборот дать вам. Зачем? Просто так. Потому что вы вот офигенно хороший человек. Почему? А вот это не имеет значения. Просто хотят и все. Человек приходит, смотрит на вас, а вы думаете, надо же, он хочет меня, он хочет мне дать денег. Я всегда говорил, человек приходит и говорит, я даже не знаю, как вас отблагодарить. Знаете, как я всегда говорил? Хоть советую вас тоже. Я говорю всегда, хотите отблагодарить, дайте мне денег. Вот. И человек говорит, ну а как же? Я говорю, ну так, а что нет? Хочешь отблагодарить, дай денег. Так я хотела просто расцеловать. Так не надо, у меня жена красивее, чем ты. Зачем мне просто расцеловать? Дальше Никогда нельзя считать это к бездности Что от вас ничего не зависит Нет, ребята Все, что происходит в жизни Все, что есть Это все от вас зависит И только от вас И ни от кого больше, чем от вас не зависит Только вы Только от вас Это зависит целиком, полностью от вас При этом оно не столько зависит от ваших действий Сколько от вашего сознания Вы представляете? Почему? Ребята, мир иллюзорен Я об этом хочу сказать Еще раз При этом ваши иллюзии Они связаны с вашим познанием Вашего физического тела Ваше тело требует у вашего сознания Чтобы оно получало еду После этого ваше сознание Хочет создать образ этой еды Которая в вашей жизни приступает Представляете, да? Вы просто недооцениваете немножко свое сознание На самом деле Если вы будете говорить это как мантру Что завтра у меня будет красивый мужчина Он уже будет послезавтра Если вы будете говорить, что завтра у меня будет дорогой дом свой То он уже до послезавтра будет Это круче, чем программы Взяли четкие и говорите Завтра у меня будет красивый дом Завтра у меня будет красивый дом Завтра у меня будет красивый дом свой Принадлежащий мне Завтра у меня будет красивый дом мой Принадлежащий мне Даже не представляете, насколько завтра он у вас будет Он не завтра Найдется кто-то, кто вас увидит и скажет Дарю Представляете? Почему? Такие придурки бывают Мне надоел бизнес В этот момент появился Мочеренко Я говорю, я хочу тебе подарить бизнес Говорит, я хочу тебе отдавать с него деньги Я говорю, а я не хочу Почему? Мне настолько надоел этот бизнес, что я не хотел им заниматься вообще И я решил его подарить А вы представляете, я подарил бизнес за 21 тысячу Я в свое время заплатил 21 тысячу долларов и 10 тысяч взятки за этот бизнес Итого там 31 тысяча долларов Я этот бизнес ему просто безвозмездно подарил, отдал После этого, представляете, человек, между которыми у нас были непонятки Это непонятка была в размере 30 тысяч долларов При этом я для себя решил, что мне эти деньги нужно этому человеку отдать Я встречаюсь с этим человеком, этот человек уезжает за границу и говорит Я не хочу, чтобы ты отдавал мне эти деньги Не хочу, и не отдавай их мне никогда Я не хочу, у нас эти деньги все равно были взаимно вложенными Ты сделал свою работу Хотя я внутренне хотел ему эти деньги вернуть, отдать, представляете, да? Я подарил тому, этот подарил мне Я сдыхался за то, потому что тот бизнес топил меня и не мог ничего делать дальше Он забирал мое полное время, все забирал и меня тупо топил И я это понимал, с утра до вечера в бизнесе ничего не могу сделать Сейчас я продаю бизнес, у меня крупная компания есть 38 офисов на территории Украины Вот, и я сейчас делаю аудит несколько месяцев И я его продаю, этот бизнес, за приличную сумму денег Ребята там сделали предоплату, они готовы этот бизнес у меня забрать Все нормально, они заберут, потому что там уже все договорено И они мне сейчас задают вопрос Они там несколько партнеров Они говорят, зачем ты его так долго строил, для того, чтобы его так легко продать Зачем? Объяснить, зачем я его продаю? Ребята, потому что он мне уже не приносит удовольствия А если тебе что-то не приносит удовольствия, то легче это сбросить с себя Понимаете? Это особенность жизни Я это знаю точно Или я погибну и заболею там в этом бизнесе с утра до ночи Или я должен что-то с ним сделать Он меня настолько заколебал вообще Что я понимаю, если я дальше им буду заниматься, я его реально утоплю Мне настолько надоело там заниматься этим бизнесом Эти 20 менеджеров, 20 перевозчиков Там вот эти вот растаможки, инвойсы и прочая эта фигня Что меня она утошнила уже вообще После этого я решил это все просто в один день Но когда я им начинал заниматься В тот момент, когда я восхищался им Он меня тащил, он мне приносил бешеные деньги А потом он мне начал становиться с каждым днем уже неинтересным А также он мне был в тягость Понимаете? В тот момент, когда твой бизнес в тягость, ты его сам и топишь Представляете? Ты его сам и топишь Поэтому когда тебе в тягость, ты задай себе вопрос Ты готов дальше им заниматься, если он тебе в тягость? Вот меня утошнило от него Я решил, что если он мне в тягость, я должен что-то с ним сделать После этого никто не понял Ни Аня, которая у меня секретарь, директор сейчас компании Вот никто не понял вообще Те люди, которые со мной там работают, они говорят Мы не поняли вообще Вот не поняли Как вы могли бросить бизнес, который приносит там золотые яйца Ребята, я готов бросить семью, если она мне не тащит Я готов бросить близкую женщину, если она мне перестала нравиться, не нравиться А также там утошнила Почему? Ребята, так устроена жизнь Потому что нужно жить в кайф По-другому никак Или кайфуй, или умирай Вот так вот А что я поменял? Что на что поменял? Там оставил, приехал сюда Здесь получается Зато здесь в кайф Понимаете, да? Зато здесь в кайф Это и особенность такая Я утверждаю Жизнь человека в состоянии хиппи Это офигенно кайфовая жизнь А хиппи дает человеку состояние Живу с кем хочу, где хочу, как хочу И в любой стране, где захочу Представляете, да? Вот это состояние, которого и стоит добиваться Это дают вас Деньги дают возможности человеку Люди, которые говорят, деньги плохо Они сталкиваются с тем, что им надо деньги для амбициозности А я утверждаю, что деньги должны даваться человеку не для амбициозности А для ощущения свободы Свобода, понимаете? Сел на самолет и улетел в любую точку мира У меня есть друг, зовут его Кевин Он прилетел из Германии Здесь, в Борисполе Взял машину на прокат Приехал ко мне в Винницу Посадил мне машину в Винницу Привез сюда, в Борисполь Мы улетели и прилетели на рыбалку В Финляндию Представляете? После этого в воскресенье и в субботу Отрыбачили на рыбалке Пожарили рыбу Он нажрался, как поросенок После этого я без него поехал Купил на самолет билет и улетел обратно на Украину Вы представляете? Почему это так происходит? Потому что человек живет в кайф Я знаю большое количество людей Которые достигли большого состояния в своей жизни Все эти люди яркие кайфуши Они тащатся от жизни Понимаете? Они тащатся При этом я говорю Сам себе задаю вопрос Человек пришел и можно вино Аркацитель или еще какое-то В обыкновенном магазине купить за 200 долларов За 200 гривен Приехали в ресторан во Франции Он покупает грузинское вино Аркацители Которое там стоит 2000 евро И после этого улыбаясь его открывает Вопрос зачем? Он тащится от того, что он может себе позволить Сделать такую покупку Не задумываясь и не ощутить на себе То, что у него эти деньги потеряны Представляете? Это как самоутверждение Оно включается у человека для самоутверждения Вас это где-то коробит А вы для того, чтобы что-то достичь Прожили полжизни Теперь проходите семинары Вкладываете в эти деньги Это называется саморазвитие Понимаете? А дальше начнется еще и период Личностного роста Который будет связан с тем Что вы либо примете информацию Либо однозначно ее забудете Понимаете? Вы хотите магию? Ребята, магия, вот она Вы хотите магию? Сим, салабим, абра, кадабра Ни хрена Вот это и есть магия Когда человек шарит и отдавая покупает Разве это не магия? Вы хотите зеленые свечи с зелеными Вы хотите там что-то там куда-то Какие-то пентакли рисовать на себе носить И будете думать, что эта магия вам поможет? Болт, нифига не поможет Потому что сначала должно произойти Какая-то трансформация внутренних состояний Трансформация внутренних состояний Вот что значит магия Обед безденежье Распутаю узлы там безбрачия Это все полная фигня Это абсолютно и полная фигня Теперь вы понимаете, почему нету мужа? Ну конечно, если ты говоришь Какашка, мудак, урод Дебил, сволочь, фашист То ты неуважительно относишься к этой энергии Какой? Сексуальной энергии противоположного пола Прикольно, да? А если ты начинаешь уважительно А также к себе начинаешь относиться неуважительно Я какашка, я заморочка Еще какая-то, еще какая-то Вот, я недостойна, я некрасивая И так далее Ну так все остальные точно так же к тебе относят Ты не уважаешь свою энергию Точно так же энергия денег Ты не уважаешь энергию денег Ее у тебя забирают Не уважаешь энергию противоположного пола Забирает противоположный пол Не уважаешь энергию своего бизнеса Теряешь его Не нравится тебе твой глаз Он у тебя гаснет Не нравятся слова, которые произносят твой адрес сглохнешь, чтобы не слышать, не нравятся запахи жизни, перестаешь нюхать, а если тебе все не нравится и ты не видишь внешнего мира, то просто у тебя еще и манечка включается или депресснят. Круто? И вот она магия, вот она, вот так с ней надо работать, потому что это самая настоящая работа с энергиями. Знаешь как, начинаешь трансформировать, начинаешь создавать вот эти простые образы, и тогда только все совершается. Да это просто удивляет, насколько люди меняются, пройдя первую ступень. Проходит 2-3 года, вы увидите, что у вас жизнь будет делиться до первой ступени школы Кайлас и после первой ступени школы Кайлас. Я вам это просто гарантирую. Дальше. Считать, что вы кому-либо должны и чем-то обязаны. Нельзя. Дальше. Почему мы не можем продать машину или квартиру? Почему? Первое, потому что нам надо это сделать для чего-то. Правильно? Если надо сделать для чего-то, вы не продадите. Что нужно сделать для того, чтобы продать машину и квартиру? Ее нужно продать только в виде макета. Почему? Хочешь это сделать, сделай бесплатно. Сделайте макет своей квартиры или купите квартиру, или купите маленькую машинку. После этого подарите ребенку такую машинку или квартиру, или такой домик. Ребенок будет играться, и в этот момент к вам будут приезжать покупатели. Чем будет больше ребенок играться, тем больше покупателей у вас будет. Конец. Будет ездить на вашей машинке, в этот момент у вас будет покупать вашу машину. Потому что он здесь искренне представляет, будто на этой машине он катается. А там дубль этой машины, ваша машина. И там приходит человек, и ее хочет взять, чтобы на ней покататься. Понятно? Кто-то видит домик, он играется, и там у него свадьба в этом домике, или еще что-то. А после этого появляются люди, которые хотят в этот домик заехать и начать там жить. Вот. А чужому игроку? Можно. Так вот чужому как раз и нужно. Самое главное найти ребенка, который бы хотел играться в эту игрушку. Поэтому игрушка должна соответствовать. Какой же нужно обряд провести для того, чтобы у вас произошла продажа? Сделали домик там из лего, сделали там домик или купили домик в виде игрушки. Дарите ребенку, когда отдаете этому ребенку свой домик, представляете, будто вы отдаете ему свою квартиру. И говорите мысленно, отдаю тебе свою квартиру. А можно только тот домик, который нужно подарить. Вы можете человеку рассказать, как это сделать. Вот так вот. То есть вы для него сделать можете. Хозяин сделает это и хозяин должен подарить. Поняли? И тогда вы просто сможете быстрее найти покупателя. Это тайна. А также как выйти замуж? Как выйти замуж? Так легко. Берете куклу. Какую? Ну, Барби и Кена. В свадебных платьях с красивыми очень домиками. После этого отдаете Барби и Кена ребенку, девочке, и говорите, я дарю тебе себя. Если произойдет разрывание или уничтожение игрушки, с вами ничего не произойдет. Можете не переживать. Потому что физического прикрепления нет. Но в этот момент, когда ребенок будет играть и представлять, что у них свадьба, у Барби и Кена, в этот момент у вас будет предложение замужества. Ай-яй, да? Классненько. Только нужно заставить, чтобы эти дети умудрились еще играться. Поэтому и Барби и Кен должны быть красивыми. А также ребенок должен усаживать за столик и поить чаем этого. Понимаете, нужно найти девочку, которая бы игралась в игрушки. А это очень сложно, найти нужного ребенка. Это точно. Дальше. Советы мои для благополучия. Первое. Всегда планируйте скидки. Они не должны быть стихийными. Это советы для бизнеса просто. Если к вам приходит кто-то и говорит, сделайте мне скидку, говорите нет. Потому что скидки должны быть планируемыми. Всегда планируйте скидки. Они не должны быть стихийными. Второе. Не забывайте вот о чем. Всегда заранее договаритесь об условиях работы. Сказать вам, как вас кидают. Объяснить вам. Вам говорят. Ой, это я хорошее, и ты хорошее, и я тебя чаем напоила, и ты меня чаем напоила. И теперь мы подруги. Ну что, давай сделаем, давай сделаем. А потом все уже разберемся. А потом мы разберемся. В этот момент, когда произошли слова, а потом, в этот момент вас киданули. Слова, а потом является, ты лох. Потому что потом не делается ничего. Договор нужно заключать сразу, перед тем, как ты начинаешь делать бизнес. При этом договор должен звучать так. Ты делаешь это, я делаю это. Ты вкладываешь это, я вкладываю это. Делим напополам. Даже устно, но это надо перед началом договориться. Потому что потом начинается хищение, разводы, обманы. И люди в этом не виноваты. Виноваты вы, вы сразу не поставили все на свои места. Скажите, а разве здесь нет таких людей, у которых такое было в жизни? Есть, конечно, да. Дальше. Всегда думайте перед тем, как пойти на условия. Вам говорят, ой, супер, давай, давай, делай это. Нет, нужно сказать. Я должен подумать. Как в МММ-компании. Прибежал, уже хочется сразу же отдавать деньги. Потому что там обученные мной люди. Начинают профессионально манипулировать. Выводить из состояния комфорта. Делают это через всякие системы. После этого у людей колбасняк. Они бегут домой, снимают все деньги, приносят в МММ и думают, что им при этом еще и повезло. Следующее, пятое, да, или какое? Даже если вам что-то страшно решать, все равно это решайте до самого конца. Пусть ноги трусятся, пусть трусятся руки, пусть вылазят глаза, пусть страшно так, что все выпадает. Но все равно делайте это и решайте до конца. Решили, вы убегаете часто там от того, чтобы человека попросить. Вы звоните человеку, который должен, и вы боитесь этого человека попросить что-то сделать. Нет, вы должны сказать, давай встречаться, чтобы посмотреть в твои красивые голубые, зеленые, фиолетовые, красные глаза. После этого при встрече говорить, ну что, давай, давай там что-то решать. Вот так это делается. Итак, сегодня мы должны пройти практику, которая называется «Женить бы на деньгах». Ой, какая прелесть, да? Эта практика, мы ее сделаем один раз, а после этого нужно будет эту... Как производится практика? Вы ее не пишите, она очень легко делается. Мы должны будем представить образ. Как вам нужно будет это все представлять? Мы сейчас будем выполнять практику целью, которая является создать такой образ в голове, который будет отвечать нашему состоянию свободы. Я там буду говорить, представь, будто ты бежишь по пляжу с теннисной ракеткой, куришь большую сигару, даже если вы не курите, хрен с ним. При этом вы еще и рядом с вами, молодой любовник, араб. Да хрен с ним, да хрен с ним, что нет сразу. А ты пробовала или нет? Если вы не пробовали, то надо попробовать. Вы машете головой, говорите «нет». А я говорю «да». Не отказывайте себе хоть в какой-то счастье в жизни. Это здесь вы некрасивая взрослая женщина, там вы очень привлекательная женщина и совсем не взрослая. А вообще красивая. И вообще таких не бывает у них все в паранже. Я был в Китае, там приехали со мной из Винницы две женщины, Зина и Галина. Я их в Китай, в Гуанчжоу, приехали туда. У одной и другой вот такие груди. Одна маленькая, другая высокая, как слон такая. Уже китайцы маленькие. И после этого китайцы, который с нами был, Тяньба, он говорит «это у них настоящая грудь или имплантированная?» Я говорю «издевайся или что?» Он говорит «то ж не может такая грудь быть, она же как голова у человека». Я говорю «ну друг мой, серьезно». А он маленький, и он все время стоит и ей в грудь смотрит. А он сам худой и большая голова. И он такой ходил-ходил за ними, потом такой сел, выпил там 100 граммов и говорит «Андрей, ты можешь с ними поговорить?» Пусть они мне дадут дотронуться до груди. Или одна, или другая. Я заплачу денег, я буду ухаживать, буду что угодно делать. Ну пожалуйста, я тебя очень прошу. Я говорю «ну я не знаю, наши женщины так не могут. Ты их накорми, попои там все». Он им там ночной базар со всеми ресторанами, караоке выступал там и танцевал. В общем, полностью все свои фишки выложил. После этого отвез их домой. Они утром с бадуна просыпаются, в это время захожу я. Я говорю «девчонки, вчера вот это человечище делало для вас это шоу в надежде». Мне, конечно, неудобно вам это говорить, но буду говорить честно. Короче, хочет дотронуться до груди. Кто может ему дать? А это Галя говорит «не пофигу, но я не дам». Вон, может, Зина. Я говорю «Зина, ну а ты шо?» Она говорит «от цему чму, от цей дыты нет». Пфу, никогда! Я говорю «шо вам сложно?» Закрыла глаза, сняла, дотронулся, оделась и отправила. «Шо тебе, сложно или шо?» «Никогда!» Я ему верну деньги. «Никогда!» Я говорю «боже мой, шо вы за бабы такие?» Она говорит «нихрена, чтобы он своими потными, руками китайскими трогал мою прелестную, красивую украинскую грудь. Нифига! Не для тебя, мама, да?» В саду цветочек растила, чтобы вот это ничтожство. Я говорю «ему 20 лет нету еще». Нифига! Вот сядет и на «тфу!» Никогда! После этого бегали друг за друга, прятались. Хай винда на меня на петхо!» Я говорю «боже мой, боже мой, шо с вами, девчонки? Вот это с обликом морали. Ферштейн, да? Правильно и сделали. Я абсолютно с этим согласен. Зато у меня гордость была такая непреодолимая. За то, что наши женщины, работающие на базаре, продающие картофель, не дают китайцу, у которого есть свой Бентли, трогать свою грудь. Никогда! Деньги? Пофигу денег. Вот. Вот это да, вот это понимаю. Не для тебя. Мама растила этого цветочка молоком, поила. Чтобы ты своими паршивыми, китайскими, лысыми ручками, с красивым мотикюром, трогал кого-то. Итак, дальше. Как же мы будем представлять? Мы сделаем такой визуальный образ, где мы будем бежать по пляжу под красивую музыку. После этого будем играть в казино в Лас-Вегасе, ездить на открытом кабриолете, а также лежать в самом дорогом номере и на нас будут сыпаться прямо сверху баксы. А также мы достанем свою платиновую карточку, а также гольф-карточку и после этого представим, будто мы такие свободные, везде у нас на бирочках наша одежда. В этот момент мы это должны будем, по моему приказу, свернуть все в шарик. После этого представить, будто мы находимся в здании большого дома. Нажимаем на кнопку, поднимаемся на высокий этаж, выходим, вспышка. После этого нажимаем на дверь, на кнопочку и ждем, кнопочка держится. Дверь открывается и выходит, если вы женщина, мужчина, красивый. Если вы мужчина, то выходит женщина, красивая. Лица можно не смотреть, также не стоит представлять, будто этот мужчина или женщина является кем-то из ваших знакомых. Ни в коем случае. Представили, будто этот визуальный образ красивого мужчины или красивой женщины вышел. После этого вы говорите, я так соскучился. А он говорит, а я так тебя ждал. А кто же ты? Я, твоя энергия, денег. Понятно? После этого обнимает вас, вот так вот, целует и уходит. После этого каждый раз, когда у вас не будет денег, человек, делайте так, представляйте, будто этот мужчина или женщина в вашей жизни появился рядом с вами. И вы говорите, я так скучаю. И он подходит вас, искренне обнимает и со всей силы целует вас куда угодно. Куда вам приятно, туда и целует. Не ниже пояс, не ниже груди, не ниже горла. При этом эротические программы спутывать с сексуальными, вернее, финансовые программы путать с сексуальными программами нельзя. Нельзя вступать в половые связи с энергией денег. Это энергия никакого секса. Они там просто в виде мужчины или женщины. Для того, чтобы было приятно, понимаете? Включаем музыку красивую, представляем, выходит, танцует, и вас обнимает. И вы говорите, боже, как я уже устала, все, жду тебя и жду. Вот и я. И обнимает вас и целует, и после этого это в вашей жизни появляется. Не сложная практика. Мы сейчас ее сделаем, там ее поставим, а вы после этого ее можете дома практиковать. Она очень хорошо работает. Нет денег. Где ты? Я так скучала. Итак, у нас сейчас будет лица настройка на эту практику такая обязательная. Сейчас я найду. Она у нас происходит при помощи музыки. Итак, так у вас было. Сейчас я вам включу. Можно спеть. Где же мои деньги? Где же мои деньги? Почему их у меня нет? Чем же заплатить за квартиру? Я не знаю. И мне полный пипец. Чем заплатить за квартиру? Я не знаю. Ужас какой, да? Даже не слушайте такую музыку. Даже не слушайте. Если в вашей жизни нюни, сопли, подотрите их об соседский плащ, палатку и бегите вперед. Потому что не стоит даже привлекать в свою жизнь такой маразм. Ваша жизнь связана с соплями. Ребята, включите харизму. Пока вы будете сопливить, ходить везде и высмаркиваться в соседские пиджаки, в вашей жизни ничего не получится. Включите в себе энергию. Энергия это и есть. Желание двигаться вперед. А то у вас хе-хе-хе все время. Если хе-хе и плач и слезы, то руки опускаются. Заметили? Кто плачет, у того нет сил. А кто включает харизму, тот живет как кто? Какая музыка по-вашему должна быть? О, это баревай. Какие 7,40? И закрываем глаза. Закрываем глаза, закрываем, 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 закрываем. И представляем, будто вы такая молодая, красивая, офигенная, успешная, с целлюлитом, без целлюлита, с грудью, без груди, пофигу. Но вы едете в Лас-Вегасе по большой улице и такая вся четкая, модная и вся на понтах. И на руках у вас красивые украшения, на каждом украшении написано ваше имя. А на вас красивая рваная одежда. И на каждой из этой латочки написано ваше имя. И вы считаете, что это очень гламурно и модно. Вы прекрасно пахнете новыми парфюмами. Вы представляете в следующий момент, представляете, будто вы в Лас-Вегасе, вокруг куча огней. Вы заходите в казино и вокруг вас много шампанского. Вы не переживаете о завтрашнем дне. Представляете, будто вы идете по пляжу и вокруг вас куча поклонников, дарят вам цветы, вы не обращаете на кого внимания. При этом вы успешны и не заботитесь о завтрашнем дне. Представляете, будто вы сейчас находитесь в большом помещении. Это отель Плаза. Вы находитесь на этаже втором, там, где находится самый большой номер. И вы видите, все здесь очень прекрасно. Вы лежите на кровати и как никогда в жизни все ваши мечты выполняются. У вас столик, на нем лежат омары, шампанское и французский сыр. И вы их поедаете, намазываете большим пирожным, запивая шампанским. Проигрывайте свободно 200 тысяч долларов, ставя их в казино, не задумываясь о завтрашнем дне, потому что вы хиппи, вы живете где хотите, с кем хотите и когда хотите. И в какой стране, в какой только захотите. Каждый день на вашу карточку приходит 100 тысяч долларов. И вам все равно, где ваши родственники, вас это не парит, потому что вы живете откровенно, получая удовольствие от каждой минуты жизни. Все материальные блага вам доступны. Обвели это все и представили. Будто вы сейчас находитесь в доме и смотрите на этот высокий дом многоэтажный и он красивый на аллейке. И зашли быстро в дом и уже вы в лифте. Нажали на сотый этаж и уже лифт открылся. Вы вышли и перед вами большая большая стена и там очень большая дверь. Нажали на кнопочку и ждете. И в этот момент открываются двери и выходит в ярком белом свете прекрасный мужчина или прекрасная женщина молодая и мужчина молодой. И вы протягиваете свои ручки и он вас со всей силы обнимает и вы говорите кто ты и он вам на ухо произносит я твоя энергия денег и вы говорите боже как я соскучилась или соскучился и прикладываете свою щечку к груди и ощущаете тепло если вы мужчина обнимаете крепко и целуете в губы и вместе заходите в это помещение в нем очень много большого количества дорогих вещей картины висят а также репродукции картин а также стоит рояль а также стоит красивая мебель пахнет дорогими духами одеколоном а также на столе стоит в большом количестве фрукты все ярко сияет красивая отделка из золота делаем вдох делаем выдох открываем глаза молодцы таким образом мы ставим программу исполнение наших желаний какие бы они абсурдные не были это в дальнейшем очень сильно изменяет жизнь я вам это утверждаю когда у вас нету денег представляете будто выходит это существо включаете музыку и оно вас обнимает а вы говорите я так соскучилась ну где же ты после этого обнимает вокруг вас танцует прикладывает к вам свои щечки сексом заниматься с ним нельзя конечно же слушать Барри Вайта гораздо приятнее чем слушать Гарри Мура понимаете та музыка которая у нас была позже эта музыка называется Барри Вайт вот на самом деле слушая даже такую музыку у вас будет происходить подключение к каналу денег поэтому вы можете скачать на телефон и просто ее периодически слушать теперь мы должны записать еще магические практики денег символ денег называется символом сяосянь рисуется он вот так видите эта волна она грубо рисуется вот буква с видите но без заворотов с она вот такая а это это неправильно она должна быть вот такая видите рисуем три таких волны первая вторая и третья при этом первая и третья разорваны видите первая и третья разорваны рисуем под ними чашу равномерную круглая она представьте будто она круглая не знаю не получается круглая рисуем ее в виде чаши ставим полосочку ставим здесь две палочки вот это называется чаша сяосянь по другому это звучит так деньги ниоткуда следующая записываем практика которая называется золотой дзамбала золотой дзамбала дзамбала это энергия объединенных денег дзамбала это энергия или божество которое на самом деле божеством не является как я вам уже наверное раньше объяснял то есть это как бы сгруппированный образ который вдохновляет или который является тенденцией проявления денег в жизни человек дзамбал а давайте с вот этим символом сначала символом итак первый символ как с ним работать достаем этот символ ставим его перед собой нарисовали его на формате а4 достали его из папки после этого поставили этот символ и просто на него смотрим можно при этом есть курить чистить зубы думать не думать просто смотрим ничего не произносим просто смотрим на этот символ конец 30 минут 40 минут деньги придут неоткуда когда посмотрели на символ вы его должны убрать 40 минут час 10 минут после сколько бы вы не посмотрели вы должны его после этого убрать и дальше его не видеть понятно его можно видеть только в тот момент когда ты с ним работаешь поставил поработал после этого убрал из него нельзя сделать татуировку а также его нельзя повесить все время на стену чтобы он висел нельзя он тогда не работает поняли ты можешь с ним работать как часто сколько вам надо денег вот как часто сколько вам надо денег столько и работайте с этим символом вам они надо постоянно поставьте его и работать скажите себе так я не пойду на вторую ступень если мне символ денег не принесет деньги но я не работаю сижу дома значит у вас время на него значит у вас есть время на него медитировать поставьте этот символ и каждый день смотрите 30 минут это деньги ниоткуда в нашей школе используются символы сяо сянь символы чуня а также символы которые звучат так чен-а-ли а также у нас техники чен-ли-я это в честь монаха чен-а-ли который свое время что-то придумал также в честь чуня монаха чуня которые придумал когда-то а также в честь Сяо Сянья, который Сяо преподобный, а Сянь имя его. То есть техники Сянья, Чен Али, а также Чуня. Это те люди, которые это все для нас когда-то персонально для нас и для этого дня разработали, посвятив этому всю жизнь. Сяо Сянь это больше символ, который привлекает в жизнь материальное богатство, но это привлечение происходит так, если есть вакуум, то этот вакуум вот этим символом заполняется, поняли? То есть если у вас вакуум, который звучит так, мне очень надо отдать долги, но я не знаю как, то этот вакуум заполнится, потому что этот символ он наполняет вакуум необходимости вашей. То есть заработать на этом символе невозможно, но наполнить вакуум ваших необходимых каких-то моделей, вот это поможет. То есть если есть долги, он с легкостью решает эти вопросы. Если у вас есть долги, вы начинаете работать с этим символом, то тогда сначала отдайте долги, не пробухивайте эти деньги. Вот, сначала долги, а потом уже все остальное. Вы должны понять, ребята, вы никогда в жизни не сможете зарабатывать дальше деньги, пока вы нерешительно не отдадите долги. Тупо не ешьте, тупо не содержите семью, тупо не делайте ничего. Сначала отдавайте долги. Сжигайте, но вам все равно. Вы думаете, вы сожжете, и вам их простят? Нет. Просто начнут появляться ситуации, при которых вам дадут возможность их заработать, и не сильно вас мучить. То, что вы сжигаете, даст вам расфокусировку. То есть у вас проблема, она концентрируется, концентрируется, и в ней появляется энергия удара, а энергия удара может разрушить человеческую жизнь. А то, что вы делаете свечой, делает ее такой, размолекулированной эту проблему. Поняли? У вас получается, даже для тех людей, которым вы должны, она не такая уже сложная. Это практика, которая называется практика дзамбалы. Нужно представить себя, будто вы сидите на пригорке, на кургане из земли. При этом на этом кургане вы сидите. При этом вы, это не вы. Нужно представить, будто вы золотое божество. Желтого, яркого цвета. При этом вы должны представить, будто на вас одеты красивые одежды любого цвета. Но самое важное, еще и украшения на вас должны быть одеты. А вы знаете, почему символ доллар успешный? Сказать вам, почему? Символ доллар успешный, но символ доллар, вот он, какая бесконечность? Причем тут бесконечность? Где бесконечность? Это вот. И бесконечность, она только так рисуется, вот так. Но где здесь бесконечность, если вы нарисовали доллар? А вы знаете, что это такое? В арабских странах цифра 5 является символом денег. Но это все пришло из санскрита, потому что цифра 5 называется «сердечная мудрость». И рисуется этот символ следующим образом. Но на самом деле он рисуется еще сложнее. Он рисуется именно вот так. Этот символ называется символом «хум» и является центром сердечной чакры. Этим самым и привлекается энергия. Когда рисуется доллар вот таким образом, если на него медитировать и представлять его в сердце, то у человека появляется отсечение внутренних состояний амбициозности, и ношение собой, а также человек становится более духовным. Потому что это и есть символ «хум». Какой кошмар! Тем не менее, люди, которые это делали, были очень хорошо знакомы с эзотерическими науками. Конкретно с эзотерической эзотерикой санскрита. Потому что символ «хум» является символом из санскрита. Куда ни ткнешь, везде одна эзотерика. При этом, если этот символ духовности, значит этот символ, он может правильно работать с энергиями. Правильно? Потому что духовность и деньги – это, ребята, одно и то же. Вы представляете? Вам говорят, это плохо. Я говорю, человек бездуховный – это человек, который завидует. Человек бездуховный – это человек, который не верит в завтрашний день. Человек бездуховный – это человек, который не верит в Бога. Ведь сказать, да пофигу, как я заработаю, я верю в Бога, он мне все даст. Правильно? Это и называется быть бездуховным. Теперь на улице есть батюшка или там какой-то человек, он говорит, я очень верующий, но у меня пипец, не хватает денег, не хватает еще что-то, значит у него есть жаба, значит у этого человека есть зависть, значит он не верит в завтрашний день, значит он не верит в Бога, вы представляете, да? Это и называется быть бездуховным человеком. Итак, тот момент, когда мы представили себя вот таким золотым, мы прицепили на себя золотые украшения, при этом вы должны на этих украшениях представить, будто на них есть еще и камни самоцветы, рубины, бриллианты, изумруды, не представляйте бриллианты, просто представляйте, рубины, изумруды, красные, синие, фиолетовые камни. На самом деле вы должны представлять, будто вы вот это такое золотое божество, при этом вы должны представить, будто у вас очень гневно расширены глаза, гнев вы должны выражать, потому что божество денег, это божество объединяющее в себе два качества, решительность и бесстрашие, именно этим отличается дзамбала от всех остальных божеств, которые существуют. Человек нерешительный и трусливый, в жизни денег не заработает никогда. У вас есть трусливость и нерешительность, забудьте, у вас денег не будет никогда. Поэтому эзотерика, которая говорит, му-му-му, надо быть мягким, пу-пу-пу-пу-сю-пу-сю-пу, это эзотерика, которая призывает к нищете. Разве это не так? А ну-ка скажите, есть у вас знакомый, который трусливый, а также очень нерешительный, и вдруг что-то у него в жизни состоялось. Дальше, вот поэтому сейчас вы плоды прошлого, вы плоды прошлого, вот, а надо жить, прошлое создало вас, а вы нынешние создадите будущее, а будущее создадит еще будущее. Значит, правильно ли жили ваши родители, что воспитав вас, сделали из вас не очень богатых людей? Значит, не очень правильно, это уже другой вопрос, согласен. Итак, представляем, будто у нас мы золотой Будда такой, который сидит и на нас одежда, а также золотые украшения на ногах, шее и руках. При этом представляем, будто сверху начинает идти дождь. Сверху начинает идти дождь, при этом этот дождь не золотой, обыкновенная водичка. Этот дождь начинает нам промакивать нашу одежду, а наше тело делает еще желтее и еще ярче. При этом представляем, будто вокруг нас, там, где мы сидим на вот этой земле, начинает прорастать зеленая трава, и ощущаем запах этой зеленой травы. В этот момент вы, после того, когда вы это представили, немножко попредставляли и забыли. После этого берете четки и читаете мантру соответствия этой техники. Эта мантра звучит так. Ом дзамбала, ом дзамбала, с буквой Л. Ом дзамбала, дзалантая, соха. Ом дзамбала, дзалантая, соха. Нет, вам придется ее записать с моих слов. Ом дзамбала, дзалантая, соха. То есть я представил, будто я золотой буду, представил, будто дождь идет, представил, будто одежда на мне мокрая, представил, будто мое тело очистилось. Смотрю и представил, будто здесь вокруг меня трава появилась. И начинаю читать. Больше я ничего не представляю. Могу глаза открыть и начинаю читать. Ом дзамбал дзалантай, соха, ом дзамбала, дзалантая, соха. Ом дзамбала, дзалантая, соха. Ом дзамбала, дзалантая, соха. Ом дзалантая, соха. Вот сколько четок, столько и читайте. Дальше. Существуют абсолютно тайные практики. Я их вам дам. Все, что было до этого передавать можно. Хочу вам сказать вот что. Вы сейчас поработаете символом Сяосянь И после этого возьмете его и подарите своим знакомым А вы знаете, я не возражаю Дарите его кому хотите, мне все равно Но я вам скажу вот что Вы с этим символом поработаете И вы наработаете энергию После этого этот символ возьмете Отдадите другому человеку И теперь тот символ, с которым вы работаете Будет поделен уже на два раза Он с вами уже работать так хорошо не будет Я с этим символом не работаю Почему? Я его раздаю Я его раздаю и раздал его тысячи человек уже, понимаете? А если я символ раздал тысячи человек Мне с ним просто бессмысленно работать дальше Понимаете? То есть я его слил реально И им пользоваться уже не могу Точно так же у вас Вы сливаете и после этого ими пользоваться уже не сможете Пожалейте себя Но существуют еще более тайные символы Отдав которые вы можете потерять даже деньги Причем так не слабо, а на всю жизнь Серьезно Это символы тайные Которые называются Тайное привлечение в жизнь денег Зачем-то же я даю, правильно? Ай красава Сейчас я все нарисую Да, вы можете представить пирамиду У этой пирамиды должна быть четырехгранное основание Вы ее должны представить так, чтобы ваша голова находилась в середине пирамиды А плечи были здесь То есть она стоит на ваших плечах То есть условно я рисую вот так Голова в пирамиде А тело вне пирамиды При этом я представляю, будто у вершины пирамиды появляется тайный эзотерический символ Я его здесь нарисую вот так А в увеличенном я его нарисую вот так Корона, да? Это корона получилась А здесь полумесяц Вот этот символ должен быть золотым При этом вы приставили пирамиду над головой Символ приставили золотым И приставили, будто против часовой стрелки Из этой пирамиды начинает веером выливаться энергия Фиолетового Фиолетового Или ультрамаринового цвета То есть такая сиреневая Короче Представили, будто это золотое Пирамида у вас прозрачная И представили, будто вокруг вас Против часовой стрелки Вот так Начинает закручиваться энергия Фиолетового или сиреневого цвета Золотой что там? Золотой вот этот символ Вот этот символ Луч колпак Совершенно верно И представляете, будто в этом колпаке Проявился вот этот символ После этого представили, будто эта энергия Начинает двигаться Вот так Через правое плечо сзади Вокруг вас Вас обматывать При этом обматывать Сиреневым фиолетовым цветом Обматывать против часовой стрелки Вас обматывать Это начинает против часовой стрелки Сколько она делается? 2-3 секунды Эффект будет значительный Но это нужно делать сидя Закрыли глаза Приставили, раскрутили Забыли Представили, будто у вас на голове Представили, будто у вас голова находится вот в этом сегменте вот такой пирамиды Сверху представили золотой знак, тот который я нарисовал При этом представили, будто из этой пирамиды начинает выливаться энергия фиолетового цвета Который закручивается вокруг вас в виде тумана Потому что любая энергия это и есть туман Поняли? Сиреневый, ой супер Сиреневый туман, вот 100% При этом лучше его представлять не темного цвета туманного, а яркого, сияющего То есть это вы таким образом себя обмотали мантией некой Данная практика не подлежит передаче Потому что она передается только между учителем и учеником А также рассказывать ее или объяснять окружающим людям нет никакого смысла По жопе получите Вот и это сделаю не я Если вы умудритесь это делать 2-3 раза в день Вы увидите яркий приход денег Потому что это энергия прямого подключения к энергии денег Прямое подключение Оно делается так При этом эта настройка идет на конкретные прибыли в жизни Конкретные Я вам дам в конце еще пике Есть такая техника Которая позволяет пробить некую пикочкой Некую там пробить что-то И после этого чтобы появилось большое количество материального благополучия Но сейчас у нас метод бутылки пишет Метод бутылки Метод бутылки Это метод который позволяет Туман идет из-под колпака Вокруг вас Против часовой стрелки Вот так оно вытекает И так вас обмотало Поняли Так раз 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 вас обмотало И замкнуло Не замкнуло Вообще не имеет значения Он просто должен раскрутиться вокруг вас Этот туман Я был У меня есть подружка Ксения Джорна Она руководитель канала Интертелевидение Россия В Абудаби Вот Наверное ее знаете Да эту девочку Вот Она очень знаменитый режиссер Вот Это моя подружка Ее очень сильно люблю В свое время Когда Я приехал к ней домой Она стоит в бассейне На улице плюс 60 градусов И она раскручивается В этом бассейне Я говорю Оксана Что ты делаешь? Она говорит Накручиваю женихов Да Она накручивает женихов Она говорит Я накручиваю женихов Потом они падают мне под ноги А как ты это делаешь? Она рассказала Что Что в религии Суфизма Или в религии Ислама Существует практика Накручивания Как она это делает? Она представляет Будто множество Миллионов мужчин Связаны с ней ниткой А она является Самой настоящей Не юлой А самой настоящей Веретеном И она представляет Будто она крутится В воде А мужчины В ее жизнь Притягиваются И проявляются Прямо перед ней Она говорит Сейчас поедем Ты увидишь Она крутится Против часовой стрелки Суфи крутятся Против часовой Вот И она Раскручивалась При мне Против часовой Я пять раз На это смотрел После этого Мы ехали в машине Выходим Вы представляете Вот так вот Мужики просто Меня отсекают Вот так идут Углом Меня отсекают Назад И с ней начинают Говорю Кошмар Какой Итак Метод бутылки Это метод который позволяет заставить человека который должен вам деньги мучиться и страдать своей совестью вот до того пока он будет сидеть в бутылке его будет жутко мучить совесть выйти из бутылки можно только в том случае если ты очень сильно напьешься поэтому первые несколько недель человек которого будете сажать бутылку будет бухать позволяет сделать так чтобы у человека которого который должен вам что-либо появилось состояние совести внутреннее состояние совести или угрызение совести скажите мне как-то по-другому можно заставить человека отдать добровольно деньги вам конечно это как пристрелить его или побить его или посадить его куда-то ребята он как раз будет знать ваша этот метод он позволяет задуматься и он будет вспоминать в течение дня только вас вам будет казаться что ничего не происходит на самом деле это не так это так мучает человека такие душевные муки прям кошки раскребают вот это внутреннее состояние вырывая при этом кусочками легкие нужно мысленно представить что вы должника своего садите в стеклянную бутылку при этом эту бутылку лучше представлять как будто она в середине как термос вся выложена зеркалом при этом вы представили будто вы его посадили в термос и куда он не смотрит всюду видит только себя нет не надо никаких шаров делайте как я вам даю это представляем будто человек садится в термос и куда не поворачивается видит только себя и вы в эту бутылочку произносите будешь сидеть в этой бутылке до того момента пока не отдашь издальше свою фамилию имя отчество все деньги до последнего или будешь сидеть бутылки пока передо мной не извинишься или будешь сидеть бутылки пока ко мне не вернешься раньше вам доступен был только один мужчина после его ухода вам стали доступны все 500 тысяч что лучше 500 тысяч или один ничтожество 500 тысяч а вы хотите чтобы один снова пришел и закрыл поток энергии мужского плана что с вами вообще и так посадить бутылку сказать пока не отдашь мне деньги будешь сидеть бутылки после этого его нужно закрыть пробкой при этом на этой пробке лучше написать еще и цифру 1 2 3 4 5 6 7 8 9 или 10 это пароль такой чтобы никто не откупорил любую цифру а любую цифру латинскую или римскую все равно как эта программа будет работать с утра и до вечера и конец ее делать дополнительно в течение дня два-три раза нет никакой необходимости утром садите в бутылку он до вечера в ней будет сидеть каждое утро сайте его в бутылку жизнь его становится просто невозможной я вам говорю поставьте себе на холодильнике посади жору в бутылку после этого каждое утро до подходя к холодильнику садите человека мысленно в бутылку хана ему я вам говорю человека мучает совесть и она мучает и вот так основательно пока не заставит вам эти деньги вернуть вы же работаете при помощи своего сознания с чем мы говорим о чем мы говорим мы при помощи сознания образовали образ при этом этот образ построили вокруг человека при этом этот образ будет действовать только на человека с целью проявить у этого человека совесть у него будет появляться мышь вот я негодяй машине отдал деньги сволочь я даже если он не будет вам звонить ничего не будет происходить просто все равно делайте вы его просто допечете хотите расскажу вам как это работает а вы посадите себя в бутылку а я вам говорю серьезно попробуйте себя посадить в бутылку и сказать себе будешь сидеть в бутылке пока в тебе не появится состояние бесстрашие решительности бутылка разрушается каждый вечер когда вы ложитесь спать она разрушается понятно лучше себя в бутылку не сажать потому что вы увидите что такое настоящий депрессняк непонятно от чего возникший то есть такое состояние погруженности частым явлением того когда человека мучает что-то может быть кто-то кто его посадил в бутылку